Я задаю честный вопрос. Я хочу посадить, сколько рук вы поняли. Кто понимает для себя, что на самом деле переболел? Поднимите руку. Как и утверждалось. Да, то есть это как бы на самом деле, но все-таки не половина. В Москве это больше половины уже. У вас, видимо, где-то треть, да, получается примерно? Не болела? Вот. Треть означает снижение математически, да? Математически, если уж мы об этом говорим. Математически это очень интересно, как бы, да? Как эпидемия распространяется? Сиро-модель. Что, когда это самое, когда встречается потенциальный больной с потенциальным, ну, потенциальный носитель, скажем так, сейчас все сложнее, потому что можно быть носителем и ничего не чувствовать, с потенциально тем, кто может заразиться, то с некоторой вероятностью происходит заражение. На этой основе строится модель, в которой скорость распространения эпидемии пропорциональна двух величинам. это проценту в данный момент, ну, тех, кто, ну, носитель, да, в данный момент может заразить. Болеет активно или болеет, сам того не знаю. И пропорционально также с той стороны проценту тех, кто может заболеть, да? А этот процент тех, кто может, он меняется, естественно, постепенно он, как бы, все меньше и меньше, потому что все больше народу переболевает. И если при прочих равных, при прочих равных у нас зафиксировать, ну, вот, как бы, левую часть модели фиксировать и смотреть, вот как вот это вот, зафиксировать процент тех, кто может заболеть, то это нормальный обычный экспонент будет. Но, с ходом этого, с уменьшением процента, показатель экспонента естественно превращается в логистическую кривую, все. Ну, расскажите. Ну, короче, вот здесь одна из... Да, я перед шестиклассниками прошу прощения, вы пока, может быть, не знаете, что такое экспонента, но, как бы, придется узнать сегодня. Вот. Знаешь, что такое экспонент? Это когда каждый день удваивается что-то. Вот, если каждый день что-то удваивается, да? Сегодня было 5, завтра 10, послезавтра 20, после 40, вот такая зависимость называется экспонентом, перед шестиклассниками. Теперь все понятно, да? Вот. Но, в принципе, может не удваиваться, например, ауполторятся. Вот. Вам задача шестиклассникам, что будет на четвертый день, если она не удваивается каждый день, а уполторяется, то есть умножается на полтора. Ну, вот. А некоторые экспоненты ведут себя так, что они, наоборот, затихают. То есть они, как бы, пополовиниваются через день, через два дня еще пополовиниваются. Ну, и вот эта вот эпидемия, она что? Что с ней происходит? Она вначале ведет себя как экспонент, но все понижается и понижается этот коэффициент, потом она переходит в этап, как бы, вот, количество зараженных на оборудочное падение. Ну, и вот в этой точке момент, когда коэффициент пропорциональности, вот этот вот коэффициент, то есть понятно, он равен в точности единицы, то есть когда сколько было сегодня, столько будет через неделю, вот, нового заражения. Ну, и вот, соответственно... Ну, где сейчас... Я предполагаю, что это в Москве сейчас, судя по данным, сейчас как раз единица. То есть мы находимся на этапе, когда коэффициент призыв к единице, соответственно, новых заражений, даже если все ограничения полностью снять, уже будет, ну, как бы через неделю, будет примерно столько, сколько сейчас, и потом постепенно, соответственно, будет ползти вниз дальше. Вот. Ну, и исходный коэффициент был 3,5. Это означает, что если все население впервые получило вот этот вот вирус, да, то есть вот, ну, скажем, в Россию впервые ввезен коронавирус, ввезен весной, там, в пролив. И первое, там, довольно долгое время будет экспонент с коэффициентом 3,5 по модулю того, что не будет с карантинных мер, не будет с того сего. Вот. А если переболела, например, половина, то коэффициент уже падает до 1,75. И при минимальных каких-то карантинных мерах, например, просто при внушении людям, что если вы боитесь, лучше потяните дома, он уже падает примерно к единице. Ну, и как бы это отдельная история про то, что я категорически уверен, что карантинные меры, которые сейчас принимаются в Москве, очень сильно излишни. Вот. Я могу это обосновывать, да? Серьезно, да? То, что всех в школе посадили по домам. Мы же всегда балансируем меры эффект отверстий, эффектом от того, что будет, так сказать, ну, в экономике, с психикой людей, которые рассажены по домам и так далее. То есть всегда нужно вот это вот смотреть. Но если идет истерия, то всегда смотрят только на одну часть. Вот такой закон. Но вот когда, соответственно, она переваливает через две трети запонявших, можно полностью снять абсолютно все ограничения, и эпидемия все равно уже… Чисто математически. Да. Экспоненты идут запахающие. Ну, в Москве я думаю, что… Здесь, позвольте, встроюсь тоже. Здесь это чисто математически показывает, что в начале, например, эпидемии… Вот у нас Олимпиада, Ворд Робот Олимпиады, первая Олимпиада робототехники, которая отменила, правильно отменила свою Олимпиаду в финале ноябре вот этого года. Вот сейчас он будет проходил. Вот. Потому что, ну, все, как бы, ну, неизвестные ситуации были, очень много зараженных, много действительно смертей там и так далее. И вот тогда экспоненты на подъеме нужны строжайшие меры карантина, которые тоже нет, в самом деле. Но если здесь, ну, вовремя поймать вот эти строжайшие меры карантина и отменить Олимпиаду, то да. А потом начинается обратное затухание, да, и… Но мировая Олимпиада уже отменилась и на следующий год. Это уже неправильный шаг, потому что, во-первых… Это типичная истерическая реакция. То есть, получается, что они подумали, как это, экстраполировали, да, продолжили этот же график, просто как экспоненциальный и дальше, и подумали, что дальше будет тоже там вторая, третья, четвертая волна, но они будут, наверняка, но не в таком объеме. Я еще добавлю, что, на самом деле, вот здесь меры абсолютно несмысленные, потому что, если мы не верим, что мы, как Китай, можем… Вот, смотрите, много математики, в этой эпидемии очень много математики. Реально много. А если… Вот у эпидемии, да, есть еще один сценарий. Зачем нужно дать Сен-Си-Си-Си-Си-Си-Си-Си-Си-Си-Си-Си? В человеческой ситуации, да. Значит, если у нас… Да, ещё когда у… ну, вообще, когда мы… комплекс экспонента Сен-Си-Си-Си, ну понятно, да, всего… Ну, все правильно? Все понятно. Ну, и, короче говоря, я что хочу сказать? Я хочу сказать, что у любой эпидемии есть ровно два качественных сценария. Это очаговая лекведация… Это вариант Китая. То есть как только в каком-то месте обнаруживается хотя бы один зараженный, во всей округе, где может быть хоть сколько-то им зараженных людей, вводится страшнейший режим полной занятий дома с автоматчиком у каждого подъезда. Знаете, как это происходило на самом деле, да? И кто бы не вышел из дома, сразу бы выросли, что в Китае это возможно. Понятно, что ни в какой европейской культуре, включая нашу, это невозможно в принципе. Поэтому вот эти вот очаговые победы от эпидемии, они в принципе возможны только в той культуре. И кроме того, они еще должны быть поддержаны тем, что в дальнейшем не будет общения с остальной частью мира, где будет уже, ну как бы, где он будет гулять, то он ходит еще на самом деле долгое время. Просто оно как бы сойдет на нет вот эту вот взрывную часть, а так он будет гулять и гулять, и если они откроют границу, то им придется каждый раз по своей схеме эти очаги убивать один за другим, что чрезвычайно сложные затраты. То есть, либо они, я не знаю, я не понимаю стратегии Китая, что он дальше будет делать. Вот, в 21-й год коллективный иммунитет достигнут там с кучей ошибок, неправильных решений, тем не менее достигнут кучи стран. Что дальше делать Китая? Навсегда закрывают границы или что? Я не понимаю, у меня нет ответа. Я не знаю, кто знает ответ, можете сказать. У меня ответа нет. Посмотрим, что называется, как на диму. А вторая, вторая, вторая модель, вторая модель борьбы с эпидемией состоит в том, что мы соглашаемся. Вакцину надо разработать. Ну, надо, да. Об этом говорят уже полгода. Ну вот у нас Вектор уже что-то сделал. Посмотрим. Значит, действительно, это называется пожилым увидим, но если в ситуации без вакцины, вторая модель стоит в том, что вы соглашаетесь с тем, что по вас пройдет эта эпидемия, просто соглашаетесь. Но не допускаете локальных взрывов, если количество зараженных в день переваливает через некоторый уровень или кумулятивно накапливается количество тех, кого нужно госпитализировать, и если оно выходит за предел больничного фонда, а он весьма сильно оптимизирован в последние годы, как вы знаете, наверное, да? Оптимизирован в самом плохом смысле слова, просто сокращенно. Вот. Но, соответственно, возникает угроза. Во всех странах, мы говорим. Есть один город, где он растет. Вы меня не бейте, но это Москва. Самые жесткие меры принимаются в том городе, в котором не нужно принимать. Это тоже потрясающая совершенно ситуация. Ну вот, и вот это вот, жесткие меры вот в этот период, в этом смысле абсолютно бессмысленны. Наоборот, потому что некоторое время дать поразвиваться ей, выйти на уровень определенного количества заражений, и в этот момент включать карантин. То есть оптимальный карантин, это такая отдельная автоматическая задача, к сожалению, не доступная сегодняшним чиновникам для решения. Ну вот, некоторые из них тоже. А если кофициент смертности? Что? Кофициент смертности высокая. С крайней. Ну, 40% было. Если 40, то большее количество стран пыталось бы вот это подходить. Но... Но это теория игр, скорее, да? Нет, это не теория игр. Дело в том, что вопрос очагового погашения или такого, это как раз и есть вопрос. Потому что это вопрос и смертности от этой эпидемии. Ну, да, если бы смертность была 40%, я думаю, что каждая страна поставила бы автоматчика по подъезду. Ну, скорее всего. Вот, но, соответственно... Ну, это же в европейской культуре. Ну, пока нету вот таких вот интересных, что будет. А мне даже интересно. Мы можем удивиться, что принято, что не принято, меня обсудить. Алексей, я еще предлагаю... Да, я, честно говоря, я даже не планировал про это рассказывать, но что ты так слышал, что... Да, мы планировали про что уроки. Да, да. Кто так сказал? А, а, понятно. Спасибо. Да, 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 да. Конечно, конечно. В первую очередь про популяризацию математики в интернете, в реалии и простой урок математики как самый главный элемент для популяризации. Ну что, значит, давайте тогда... Чтобы... За три часа, иначе я могу и не успеть, да, с того куда идти, поэтому с них, наверное, надо начать. Давайте попробуем план составить. У меня самая сложная с планом. Я его составляю и никогда его не сделаю. Никогда. Так, ну вот у меня, точнее, есть план рассказать про более-менее все деятельности, которыми я по жизни занимался и занимаюсь в плане популяризации математики. Но действительно, наверное, 100 уроков это первое. О чем я расскажу? Значит, как вы видите, здесь книги, это означает, что про математики для гуманитаря я тоже буду рассказывать. Кстати, задавайте интересный вопрос. Вот здесь очень много книг, вы очень, каждому, кто задаст. Наверное, каждому, да, задавшему вопросу, да. Конечно, конечно. Он будет активно участвовать, вот, получит книгу в подарок. Ну что, 100 уроков? Да, да, значит, и так. С чего все началось? А давай врубил сразу ролик тот, и потом я его предметил. А какой именно? Вот который вводный, вот что это такое и зачем? Это что, это тот урок? Значит, 100 уроков в этом вводном ролике. Будет видно. Заодно я покажу, где именно, собственно, их смотрели с подобностного роста. То есть сейчас они начинают входить в суперкачестве. Мы в этом году играли грант в предмет на доработку некоторых из них. И вот 10 первых уроков, 20 первых уроков, доработанные сейчас в стадии уже полного... О, как работает все. В лиге роботов все работает. Надо же. Мы сами, друзья. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Саватеев. Я доктор физико-математических наук. Ректор университета Дмитрия Пожарского, профессор МФТИ, ведущий научный сотрудник Российской экономической школы и Центральной экономики математического института. Но самое главное, я популяризатор науки, математика среди детей и взрослых. Именно науки. То есть моя идея стоит в том, что школьников, даже начиная со средних классов, можно обучить нормальной, серьезной математике. Единственное, что вместо трудной системы обозначений, которая используется в университете, мы ограничиваемся минимальным набором символов. И речь идет о каких-то достаточно доступных примерах из большой математики. Примерах, которые можно в большей своей части просто увидеть, нарисовать, как-то пощупать, что называется. И на этих примерах можно понять все те рассуждения, можно увидеть несколько типовых рассуждений, которые проводят математики в своей работе. И это, мне кажется, самым важным. Приступайте к изучению математики. Я жду всех, кто мотивирован, готов работать и в меру способен к математике, к ее освоению. Добро пожаловать на курс. Дальше я сейчас кое-что покажу, но пока я хочу прокомментировать. Мы можем порешать задачу. А сейчас я не знаю. Нет, первый, первый, сейчас я скажу, какой, но пока не надо, сейчас я нечто прокомментирую. Вот тут очень важная была фраза насчет меру способен, ее надо комментировать. Она может звучать немножко обидно, да, как это в меру способен, да? В какую меру? В меру Небеда или Рима достигнется, да? В какая мера тут имеется в вину? Ну ладно, короче, я имею в виду следующее. Что есть по России несколько мест, где готовят, ну, как бы, да, мировую лигу, которая потом берет места в программировании, в информатике берет просто первые места, да, всегда. А в физике берет первое, второе, третье, в математике берет от первого до, ну, формально до одиннадцатого, но это было только один раз, а так в пределах где-то с первого по шестое по восьмое места на олимпиадах. Это, значит, школьники, которые готовятся в так называемых сверхшколах. В Москве там их, допустим, две или три. В Питере там парочка, ну, безусловно, Новосибирске есть, там, в Иркутске есть, ну, я бы сказал так, что где-то в двадцати городах есть такая супершкола, где есть суперучители, и он делает, так сказать, из детей суперолимпиадников, которые потом берут самые высокие места. Но, вот, например, в Москве 189-ю школу, в которой в данный момент, там, или Питерская совсем-совсем школа, номер 189, туда конкурс, вот, порядка 15 человек на место. То есть, когда нужно туда поступить, нужно сдать 10 собеседований, решать задачи на них, да, задачи, понимаете, вот, их реально очень трудно решить. Давайте я приведу там типичную задачу, просто чтобы, ну, оценили. Вот задача. В поход пошли 30 школьников, и известно, что из любых 10 школьников можно найти троих одноклассников. В поход пошли 30 школьников. И кто-то, вот, провел какой-то странный эксперимент, да, перебрал все десятки из этих 30, сколько этих десяток? С из 30 по 10, это биномиальный коэффициент, да? И в каждой десяточке, это очень большое число, это огромное число, ну, вот, допустим, предположим, что провели такой эксперимент, и в каждой десятке школьников нашлось 3, как минимум, 3 одноклассника. А теперь, внимание, нужно доказать, что среди этих 30 есть, как минимум, 8 одноклассников. То есть, представители одного класса, какого-то. То есть, есть, так сказать, вот, где-то нам, так сказать, мы можем указать на 8 часа и загнавать на вашем классе. Вот попробуйте ее просто порешать. Я не думаю, что сейчас кто-то сходу решит, кроме тех, кто сам учился в таких вот супершколах. Вот эта там задача, там, на вступительных собеседах, типичная задача на вступительных собеседах 189-й школы в 7-й класс. То есть, этот шестиклассник должен решить. Это не самое сложное, это совершенно такая типовая задача. Вот. Ну и дальше, соответственно, поступают и начинают решать похожие задачи из самых разных разделов науки. Данная задача была из дискретной математики, да, из логики, как бы. Вот. Ну, по всем разделам проходится, вот там набор листочков с заданиями, где-то 70 за время обучения в старших классах. Школьник получает 70 листочков вот с такими задачами, примерно такого уровня. Там начинается с более простого, заканчивается более сложным. Некоторые со звездочками. А сколько всего классов? Ну вот, бывают программы трёх, конечно, бывают всё. Нет, ну, что задача, я послушал. И если. Ничего дано, только то, что дано. И нужно доказать то, что нужно доказать. Ну вот я просто, я хочу утверждаю, что задача достаточно сложная. И довольно трудно вообще не запутаться, её решает. То есть, школьник обычно начинает путаться, кажется, что он уже решил, на самом деле у него логический прокол в этом месте. Ну и вот, как проходит отбор. С каждым школьником, ну, сидит какой-то преподаватель один, один на один сидит 10 минут принимает задачи, да. И потом, когда школьников добрали, ну хорошо, допустим, мы можем собрать вот на эти собеседования 200 преподов математики. В Москве это допустимо. Уже в Новосибирске, я думаю, собрать 200 преподов одновременно будет не так, ну, грамотно, которые сами имеют такие задачи решить, да. Уже это некое ограничение, а что говорить про города другие, да. Вот, ну вот, допустим, мы собрали, приняли, а дальше что происходит? Дальше в этом классе 20, допустим, 5 человек должны работать 8 преподавателей. Какой директор готов оплачивать труд 8 преподавателей на 25 человек? У нас же все оптимизируется, все больше и больше детей должно быть на одного учителя, да. Понятно, что это несовместимо ни с какой, ну, как бы, вот, существующей структурой в Минобре, это никак, это просто враждебно, так сказать, само идея Минобра на всеобщую реагимизацию. И, тем не менее, вопреки всему этому, Россия дает год за годом, значит, вот, я не знаю, мне кажется, это великое вселенское чудо, что вот 30 лет, и мы продолжаем давать школьникам, несмотря на всю борьбу с нами, которая ведется прицельно все эти 30 лет, и все равно, значит, это все продолжается. Вот, и, конечно, тут возникает мысль о какой-то, значит, избранности нашей цивилизации. Не могу сказать, да, не могу соврать, возникает. Ну, в общем, так или иначе, да, это происходит в нескольких школах в стране. Но, вот эти 15 человек на место, вот я утверждаю, что 5 из этих 15 на место, то есть, если расширить класс с 25 до 100 с лишним, вот с этими 100 можно заниматься по той же программе, или по хотя бы чуть-чуть уменьшим. Понятно, да? То есть, на самом деле, это сильные, хорошие ребята. Кто-то из них встал, не с той ноги, в этот день плохо сдал, ну, вот, листочек один плохо сдал, вот все, и вылетел. А кто-то просто, ну, не знаю, получилось так, что он получил те задачи, которые не ему, не по душе. Бывает так, что там кто-то любит геометрию, кто-то любит вот эти вот чиселки, вот здесь были больше чиселок. Ну, и выпадают ребята, они потом поступают в другие, хорошие школы, и там, а там уже нет преподавателей, которые могут с ними работать, там нет просто учителей, способных на этом уровне преподавать. То есть, упирается учителей на ситуацию, упирается не в школьник, а в школьников, которых можно учить гораздо больше, чем вот списочный состав всех лучших школ. И что делать? Что делать? Ну, вот если, так сказать, все упираются на учителей, а понятно, почему упираются на учителей, потому что с учителями ведется просто борьба. Это самая настоящая, я не понимаю, ничего не буду. Это просто борьба в Министерстве образования, борьбы с образованием называется. Вот оно борется с учителями. И все условия, которые создаются, они просто, ну, скотские. А это борьба с таким классом, социальным классом по учителям. Ну и в этих условиях, конечно, ожидать, что что-то там может как-то собраться. В ближайшем году и ожидать сложно. И, соответственно, что можно сделать? Можно попробовать выложить всё в интернет, что соответствует костяку этой программы. Ну вот это я и сделал. У меня не было никакой апробации, как в современном ужасном языке говорится, апробация. У меня не было никакой апробации. У меня были какие-то. И я показал Михаилу Викторовичу Паваляеву, который открыл... Во-первых, потом я был вектором, основал. Но до этого он открыл школу, частную школу. Называется Филипповская школа на Хрозенской Москве. И сказал, а ты можешь прочесть её в моей школе? Я говорю, а сколько у тебя человек в школе? В школе всего на тот момент было около 30 или 40 школ. Он говорит, маленькая частная школа. Я говорю, ну вот тут есть проблема. Школа-то твоя не математическая. А это всё-таки предполагает любовь к математике как минимум. И некоторые способности на входе предполагает. Вот там вот на Лиге роботов было написано, что я готов предложить программу для всех школьников России. Это, конечно, категорическая неправда. И охват, который я сам предполагаю, это всё-таки от одного до десяти процентов школьников. Но это не, что называется, это не на входе ЦЕС, да? Это сам школьник для себя решает. Ну, во-первых, действительно нечто от рождения происходит, да? То есть если нет склонности к таким сложным логическим рассуждениям, то и нет. Но если даже она есть, то дальше идёт момент как бы создания мотивации к этому. Вот создание мотивации, меня спрашивают, как заинтересовать школьника. Ответ – никак. Никак. У меня пятеро детей. У меня старший заинтересовался, следующая дочка не заинтересовалась. Потом дочка очень заинтересовалась. Сын шести лет, страшно экспериментарно. Но математики пока не очень, не видно. То есть вот старший в шесть лет битминальный комиссарк тоже знал. А, соответственно, ну вот нынешний ябл... Ну что, потом доэкспериментируется? Когда надо... Да, у вас нет, действительно, да. Что-то постоянно что-то. Я его состоял с каким-то странным занятием. Например, он открыл явление тургулентности и ламинарности. С краной воды. Зажимал, пускал. И, знаешь, папа, почему вот так вот начинает странно течь? А вот тут течёт плава, да? Папа, а в космосе есть воздух? Папа, а почему? Почему нет? А на Луне? А на Луне нет. А почему на Земле есть, а на Луне нет? И тут я уже разложу руками. Я не знаю, почему. Я не астроном. Там какие-то уравнения написали. Почему, да? Атмосфера здесь сохранилась, а там это разведка. Короче, приводится вот, да, к чему-то такому непростому. Но в математике непосредственно не видно. То есть именно в физике. В общем, я к тому, что... Да. А правда, что на матике есть атмосферы? Там есть кислород, правда, он очень минимальный. Не знаю, не знаю. Я вот тут, я не астроном, я не знаю. Это здорово, что ты видишь. Тебе сколько лет? Один. Я слышал об этом, но это нужно в лекциях астрономов смотреть. Нет, там есть кислород вроде, но не какой-то, какая-то смесь. Вот. Но это лучше... Очень мало, да? Лучше послушать. Вот Сурдин есть. Сурдин и Попов. Забили на ютубе. Да. Астрономы замечательцы. И мой хороший друг Верходанов, к сожалению, вдруг взял и умер. Неожиданно. Не от коронавируса, а просто. А за двухсердин. Сейчас серьёзно. В Овер всегда нужно спрашивать, от коронавируса, нет? Да, да. Лучше всегда вначале. Нет, не от коронавируса. Просто взял Севу и умер. Бывает такое. Буквально в этом году. У него прекрасная лекция в интернете. Тоже очень советую вам. Как ещё у нас? Верходанов. 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 Вот. Ну и, соответственно, вот как создать, как мотивировать школьника, даже если у него есть способности, я не знаю. Это большой дисклеймер. Самый настоящий дисклеймер всей моей деятельности. У меня нет никаких аппаратов мотивации. Но если как-то мне приведет мотивированного, то куда ему надо двигаться, я знаю. И в этом как бы состоит действительно фишка, что мотивированного, мотивированного и в меру способного, то есть не обязательно гения, не обязательно, а в меру способного школьника, можно провести через, ну, по крайней мере, 50 из этих сторон точно. Это значит, что он будет хорошим, добротным профессионалом в этой области, будет понимать, какими структурами оперирует современная математика. Если захочет, будет в ней работать. Математика, на самом деле, не только гения, ну, там, место не только гения, вместо довольно большого количества вполне способных и сильно мотивированных ребят. И это введение в нее. Я бы все равно здесь включился. Давай. Алексей немножко, как сказать правильно, ну, немножко недооценивает свои, ну, недописывает то, что он делает, потому что, безусловно, мотивирует, и я к тому, ну, видел множество доказательств, когда… Без отчаяния. Просто смотрели, они, вот, у меня жена смотрела, и тоже не понимала, зачем нужна математика, но посмотрел какие-то ролики, так, интересно рассказывают про теории игр, ну, вот, в дальнейшем мы, наверное, увидимся в этом. Вот происходит вот эта некая мания, что там, и номинальные, ЦИЗПК, вот эти все коэффициенты, они оживают. Да-да, это приятно слышать, но на самом деле это случайно. То есть это, как бы, вот, направленную задачу замотивирует конкретного школьника? Да, да. Это, во-первых, во-вторых, я бы хотел дополнить, что мы именно этой задачей и занимаемся, в общем-то. Мотивация, да? Вот, да, у нас, что мы… Через… Через роботов, да? Через роботов, которые интересные летают, ездят, но у них нужно, оказывается, синусы знать, косинусы, экспоненты, интегралы, интеграции, которые, в которых зашита чистая математика, но она немножко живая. И вот здесь у меня, так, немножко нас, чтобы проснуть, да, всех… Так, а что, 11 утра, это у меня 7 утра, а это я должен спать. Ну, я жабротов, я… У нас тут… 6 я уже не сплю, у нас 5. Значит, такую задачу… Вот у нас есть много ребятишек, я вижу, меня немножко загрюснули. Вот вы играете же в игрушки, играешь? В Майнкрафт играешь? Играл. Да. А я даже, знаешь, это… Смотрите, математика, например, помогает решать конкретные вопросы. Например, давайте все решим задачку, и чуть позже Алексей вы свою запретите, да, задачку? Или это она и была? Какая? Ну, какую-то вы хотели решить задачу. А! Еще там сайта, нет? А! Я думаю, нет, я вам открою, я вам покажу. Да-да-да. Я покажу, как это движется. Смотрите, конкретная задачка… А при детском уграме, как я вообще… Я как-то задал ее на другую из 27 ребятишек. Ну, чуть позже скажу. Ну, ладно, спойлер, никто не ответил. Правильно. Значит, давайте… У вас есть меч, да, меч, ребятишек, знаете, да, вы его убьете раз в секунду. 100 урона. Какой урон в секунду? Что? 100 урона в секунду. Вот вам прибегает волшебник и говорит, вот я закалкую этот меч, и у него теперь будет 50% вероятность сделать 4-х кратный урон. То есть 50% шанс сделать 4-х кратный урон. Какая будет в итоге урон в секунду? Да. Если взрослые насчитали, давайте подождем, пока волшебник насчитает. Двести, наверное. Кто? Двести. 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 Двести урона в секунду. Деваю. Двести пятьдесят. Ну, как ты посчитал? Ну, от ожидания нашел, правильно? Ну, все. Как ты посчитал? Ну, честно скажу. Ну, на 100 урона это изначально. Так. У меча это изначальная. Так. Изначальный процент. Еще плюс 400 мы добавляем. Да. Переделим на пятьдесят процентов. Получается двести пятьдесят. Ну, пополам в смысле. Ну, пятьдесят на пятьдесят процентов. Ну, это и есть. Давайте. Потому что, знаете, как тебя зовут? Ваня. Оль, а я же всех подписал. Почему это не подписано? Нет. Это просто. Это что? Да. Что? Нет. Я просто объясню. Как получается ответ, например, двести или триста? Ваня. Что если мы доведем до абсурда эту ситуацию? Ваня. Ваня. Что если мы доведем до абсурда, например, сто процентов. Ваня, какой будет урон тогда, если сто процентов вероятность будет четырехкратный урон? Тогда пятьсот. Сто процентов шанс нанести четырехкратный урон. Николай. Изначально сколько? Пятьсот. Какой он такой? Пятьсот. Пятьсот? Ты, наверное, так же посчитал, да? Обалдировал. Значит, сто процентов вероятность навести четырехкратный это четыреста. Пятьдесят процентов? Наверное, пополам двести. Ну, не так все просто. Оказывается, двести пятьдесят. Потому что добавляйте триста к ста, и их как раз и нам денег пополам. Вот. Такие простые вещи, например, в играх нужно посчитать, что выгоднее. Взять артефакт с тридцать процентов шансов на крип или просто укол. И это вот так считается формат ожидания. То есть математика помогает во многом. Я уже молчу про то, что я, когда был молодой, еще маленький, в девятом классе учился. Кто вот близко к девятому классу сейчас? Есть ли? Или в самом девятом классе. Ты сейчас в каком классе? В седьмом. В седьмом. Ну вот скоро девятый класс. Я в девятом классе стал миллионером благодаря тому, что я знал, что такое эксперимент. Чуть позже, если интересно, я об этом расскажу. Но, Алексей, я... Знаешь, когда я расскажу так? Небольшой технический прерыв будет в районе, там, может, через полчаса. Да? И ты расскажешь. Все. Все договорились. Ну, Алексей, когда мы общались, я сказал, каким образом это произошло? Он говорит, конечно же. И правильный ответ. Сразу. То есть математики все понимают, как это произошло. Зная число экспонентов, можно вот так вот все произвести. Ну, продолжим. Да. Ну вот. Так что же я хотел сказать? Что с мотивацией вопрос сложный. И я честно скажу, что было... Были несколько историй в моей жизни. Ну, вообще... Вообще. Вообще. Я езжу... Мое, как бы, любимое занятие – это ездить и лекции читать по стране, да? Ну, а сейчас больше еще... Сейчас, когда родилась еще на день, в сентябре. Сейчас, конечно, деятельность не только из-за коронавируса, еще и из-за того, что сложнее уже дома оставить жену. Более сложно стало. Ну, вот сейчас она потерпит. Вот. Ради вас. Но в целом это, конечно, сейчас не получится в ближайшие годы. Но в предыдущие там 6-7 лет в сумме я ездил в районе тысячи. У меня было, примерно, тысячи выездов с лекциями за эти годы. И я ездил, соответственно, вот все регионы, кроме 6 российских регионов, 6 еще не закрыты на карте страны. Ну, потом, когда перейдем к вопросам, я... Чуркотка-Магадан, Саша. Да, Чуркотка-Магадан. Магадан не был. А вот на Чуркотке еще не был. Но вот это произведение посетило уже 100% регионов России. У меня есть фотография где-то на интернете. Поселок Канады. Уголь и копия. Улица Портовая. Дом какой-то. Селик. Из съемок, из снимок. Алексей, я получил книгу. Я сейчас снялся, говорит, с ней из окна своего. Вот вид. И там, значит, конец сентября все в СНИБУ такое. Ну, это мы можем... Книга, книга уже везде. У нас он еще не был. На Чуркотке не был. Ударься в сторону. На Чуркотке, на заходине, на Камчатке. Якутию не считаю. Мы проходили на Катамаранах по границе, но я не зачел. Все-таки не считается. И еще на Януар и в Бушетии. Все. Все остальные регионы я был. Правда, с лекциями скорее чуть больше половины, а в остальных это туристические путешествия. Было не ранее периода. Ну вот, я люблю оффлайн. Оффлайн и вне Москвы и Питера лекции практически все, по-моему, без исключения, свободны для тех, кто ходит. И, как правило, я ничего и не получаю. То есть это как бы дело не связано с деньгами. Бывают, правда, тут веселые ситуации. Мне пишут, Алексей, очень-очень срочно надо закрыть некий грант, образовательный. Все соблюдем для слушателей, все будет бесплатно, а вам вот дадим денег, да? Мне что, дайте, я не против, да? То есть никаких проблем с этим нет. Но важно, чтобы вне Москвы и Питера люди не платили за вход. Это важно, потому что, ну это некий ответ, да? То есть как бы понятно, что все устроено так, что все богатство съезжается в Москву, и что здесь можно сделать в Москве? Можно сделать в ней ответный жест. Ответный жест для того, чтобы, хотя бы ездить, просто в шпатную детскую. То есть хоть какое-то ответный жест он должен быть, да? Система этой, ее невозможно разрушить и в другом перестроить. Вот это чтобы просто все понимали. Она всегда будет такой в России. Но вот ответные жесты, это важно. Это вот сплочает нас всех, да? Эти вот такие жесты. Но, тем не менее, иногда звонят и говорят, Алексей Владимирович, мы заплатим огромные деньги за частного. Огромные. Пожалуйста. Ну да, в очень высокий боксе. И я говорю, ну, а что не так в школе? Есть же хорошие школы, почему именно? Алексей Владимирович, мотивации нет. Вот мотивации, мотивацию я не могу. Ну все-таки попробуйте, пожалуйста. И вот бывало, что я пробовал, честно сказать, да? Ну просто под вашу личную ответственность. Провал два-три урона под вашу, а потом говорю, что я не буду дальше получать эти огромные деньги. Потому что развитие абсолютно бессмысленно. Это вам хочется, чтобы я его научил. А он вообще не хочет заниматься. Вообще, напрочь. Вы можете что угодно с ним делать. Пороть там или ласхать. Он не будет заниматься математикой. По крайней мере, я вам этого интереса не открыл. И если кто-то другой откроет, то это может быть. Но не я. Вопрос. С того, как математика в Ютубе, это и есть содержание книги или все-таки... Нет, 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 нет. Совершенно другое вообще. Сейчас, сейчас, сейчас. Это отдельные стороны. Мы же недавно три часа тут будем сидеть, да? Ну и там около того. Кто сиденье, а кто? Кто плясать. Это разные совершенно проекты. Это, значит, сейчас, сейчас я расскажу. Но начинались они одновременно. То есть, один и тот же человек, этот Михаил Викторович Поваляев. Который со мной, мы с ним познакомились около двенадцати лет назад. Или одиннадцати лет назад. Он сказал, что он свою школу выдает как полигон для всего. Что только можно. Но школа не математическая. Я говорю, а где же взять математику? Это детей в школе, где сорок человек всего, а не математические. Ну ты начни, а там посмотрим. Я начал. Первый урок смотрели все дети школы практически. До сентября. Второй, третий, там буквально к четвертому уроку было человек семьи. И к тридцатому их осталось трое. А если вы внимание, эти трое посмотрели до сотого. Все последующие четыре года я проводил урок за уроком по своей вот этой вот программе. До сотого урока одни и те же три школьника родили. Следующий сюрприз. Это те же, которые побеждали на олимпиадах по латыни, русскому языку и так далее. Удивительно. Понятно, да? То есть это какая-то маленькая математика. Я скромно. Часть в четыре математики я считаю, что дело не в том, что я уверен в том, что просто они гениальные, что они побеждали. Возможно. Это всегда симбиозы, то и то. Они никогда не тебя поняли до конца, но 188 они тоже. Хорошо выступали до какого-то момента. Но после, там, после 7-го, 8-го там вступает в игру 189-е, 57-я и там уже никаких шансов нет. И у кого? Да, да, да. Которые набирают в том, что. То есть до вот этот средний, средний школьный, они... А, 159-й. 159-й это? Нет, в Петербурге. 159-й. 159-й. 159-й, да? Да. 159-й тоже. Ну, 239-й от фирмы. Это само собой. Просто у нас там, ну, мы очень плотно с ними работаем, контактируем, потому что там робототехники очень... Ну, там по математике да, а так Филиппов, Александр Сергеевич и Павлов. Сейчас нет, может это сертикругая или нет? 239-й. 200-й? А, все-все-все. Я просто... Ну да, нет, это да. Я думаю, что это чемпион мира по количеству международных, олимпиадников на всей земле. И самое интересное, что его... Ну, там, такие подкамерные гонки в олимпиадном движении, как и в любом, да? Эту именно гимназию, ну, в смысле лицей, исключили из федерации в бараматотехнике? Ну, может быть, я не знаю, но в плане математики это просто ток абсолютно. Нет, в смысле ток на бараматотехнике. А, ну да. Ну, Питер, Питер это отдельная история про Питер. Пусть питерцы рассказывают, но там... Да, ну вот. Так чего я хотел сказать, что... Да, вот эти трое школьников доучились до конца, и параллельно велся кружок, но на кружке скорее просто решали разные там веселые задачи, то есть не было привязки к какой-то вот задач ста урокам, это была отдельная история, потому что вроде как из тех источков, которые в школах были, задачи сложноваты в основном. Нужны были задачи... Они, как бы вот эти задачи из источков этих супершкол, они рассчитаны были на тех, кто в эти супершколы поступил. Задачи надо было опускать вниз. И вот этим, собственно, делом... Да, и вообще 100 уроков математики целиком все выложены в интернете с 1 по 100 на, например, на канале sibscience.com.ru Это в Иркутске, я долгое время жил в Иркутске, и там эта деятельность, значит, выкладывалась на местный канал, и до сих пор все 100 уроков в самом лучшем виде – это там, на sibscience. И... Но там проблема в том, что там очень плохо видна доска. И нужно прямо быть очень... Ой, прямо очень мотивированным, чтобы ослепить. Нужна лупа. И вот так экран через лупы смотреть, чтобы там все дрожить, все. В общем, сняты и записаны они все, но в очень плохом качестве. Будем прямо говорить. И поэтому в какой-то момент ко мне обратилась Елена Севецкая-Денисова. Она обратилась... Она директор вот этого года, да? И сказала, что она мечтает снять 100 уроков с упражнениями и конспектами. Но у нее жутко дорогой продакшен. Продакшен, это не в смысле мне платить, сами понимаете, да? Это платить за обработку. Это, значит, за вот эти все настройки там, как вот эти вот... Дальчики должны работать. В общем, очень много... На самом деле, просто взять и снять ролик можно вот на современный смартфик, выложить в интернет и все. Но если речь идет о курсе, по которому можно действительно научиться, то здесь нужно, ну, большое-большое сопровождение, и это оказывается, блин, дорого, да? По сегодняшнему миру. И вот она пыталась найти деньги как-то через пень-пологу из каких-то там объектов, каких-то грантов она собрала первые десять. А костяк, такой вот существенный костяк, это с один и сто по двадцатый, это арифметика остатков, основная термоаритметика деливости. Это вот тот материал, который прямо вот... Ну вот, 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 вот прямо жизненно важен. Вот здесь вот ты, ну, понимаешь, все это сразу. И... Вообще, если... Если грубо говорить, чем отличается мат-школьник от обычного школьника? Мат-школьник – свободное переизделимость. Всякие задачки там, вот что, по модулю b рассмотреть там, остатки отделения на какое-нибудь число, вот это вот все мат-школьник у него от зубов. А и у взрослых, обычных, не математиков, и у обычных школьников в этом полный ноль. То есть, ну, как бы, даже чёт-нечёт типичный, вот я сейчас отловлю на улице и спрошу, помню человек, что такое чётное-нечётное. Не то, что простое, чётное-нечётное. Через один будет чётный ноль полный, сегодня чётный ноль не полный. Примерно так. Где-то половина, судя по поводу. Да, Алексей, я здесь байку вставлю. И когда подходят, ну, я, как бы, слову условно таким мастером логики. Ну, в общем, я люблю всё логически раскладывать, и любую даже проблему, или я подрабатывал медиатором в своё время, серьёзных дядь, ну, значит, они ссорятся. А медиатор знаю только которого? Ну, они друг с другом ссорятся, серьёзные два человека. А, я понял. Ты мафия, ты мафия. Первомайский какой-нибудь. Ты мафия, да? Они ссорятся, а я подхожу и слушаю одного, и вот он по отношению ко второму. Хочется второго притушить. Потом слушаю второго по отношению к первому. Хочется первого притушить. Но потом я вычленяю, ну, вывожу всю воду. Вот для чего он должна математика и логика. И потом говорю, что это яйца не стоит подкрыть. Здесь это, здесь это, ты здесь прав, а ты здесь прав, все, он молодцы, твоё пожарить в другую. Так вот, и мне мой ученик, ну, я пойду, а вот смотрите, вы же логик, да, логик, вот смотрите. Чётное плюс чётное даёт чётное. Чётное плюс нечётное даёт нечётное. Нечётное плюс нечётное даёт чётное. Два правила против одного, зачетное, насчетное больше. Да, это из теории группы. Ну вот, короче, говоря, так, я опять у тебя мысль. Я говорил про... Сложно снимать минус 11, но... Да, 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 да. Ну и вот в этом году, значит, получили грант президента на доведение до полного комплекта обучающего, да, с 11 по 20 вот этого арифметического цикла, а соодно доведение предыдущих. Это вот будет, ожидается, да? Уже все сделано. Да, я это представляю, это сейчас я буду представлять. Сейчас представляю первые 20 уроков полностью готовыми. Единственное предупреждение. Вот первые 4 урока это прощупывание того, с кем я имею дело в филипповской школе. Ну, на самом деле, вы думали их нафиг вообще убрать, да? У нас была первая идея вообще начинать с пятого. Движение? Движение прямое. Поехали. Но потом я понял, блин, это лампусная бумажка. Вот эти 4 урока, если ребенок через них прошел, все, раньше 20 он не остановится. Потому что они сложные, они из разных... Они как бы нащупывают. Если вот ребенка эти 4 будут интересны, он пойдет дальше. Поэтому мы их сохранили. Но к ним упражнений мало, потому что там не очень понятно, как эти упражнения давать. А вот начиная с пятого упражнений до фигища, и дальше вот до 20-го. Все очень круто. Сейчас мы некоторые уроки откроем, и прямо попробуем поделать. Вот, например, давайте сделаем что-нибудь из... Ну, давайте начнем с простое, да, 11-й. Введение в ритм. Ой, тут, кстати, смотрите, вот здесь туливого, а здесь первого. Нумерация сдвинутая. И я хотел сделать, чтобы это как-то из-за введения вот этого вот по его. Я хотел как-то это униформизировать, но они сказали, что это дьявольски сложно. В результате так и останется навсегда. Вот. И вот я хочу просто показать, во-первых, как это выглядит, и во-вторых, я предлагаю порешать вору сейчас задачки. Вот сейчас будем проходить. Значит, весь мы не будем смотреть. Он, понятно, длинный. Сейчас я его... Посмотрите несколько минут. Сейчас я вернусь. Летническая палка, но пока посмотрите. Так, ну что, до своей ручки. Убавлю. Зачем? Темой этого и нескольких следующих уроков будет арифметика остатков. Что такое арифметика остатков? Давайте рассмотрим некоторые наводящие примеры. Начнем со следующего. Я родился в 73-м году. Что это означает в 73-м году? Не от Рождества Христова же. Столько не живут. Конечно, в 1973-м. Потому что 2073-го еще не настало. Ну а в 1873-м я тоже родиться не мог. Я бы немножко по-другому выглядел тогда. Это понятно. Если я говорю 73-й, ясно, что 1973-й. А вот что, если я говорю 12-й год? Тут возникает уже вопрос. Для более взрослого поколения это всегда означает 1912-й год. Мы к этому привыкли. Когда был конец предыдущего века, все года двузначные всегда означали 1900 и дальше. Но для молодежи это уже вполне может быть 2012-й год. То же самое можно сказать и про 17-й год. Что такое 17-й год? До определенного момента это всегда означал год русской революции, год эпохальной смены порядка в России. Но с какого-то момента 17-й год может означать и 2017-й год, потому что он уже наступил. Так вот, когда я вместо того, чтобы долго произносить год 1925-й, скажем, беру и просто говорю, это было в 25-м году, такая операция математически называется взятие числа по модулю 100. То есть взятие от данного числа остатка от деления его на 100. 2012-12, 1973-73 и так далее. То есть это такой явный пример арифметики остатков. Сейчас будут еще несколько примеров. Следующий пример связан с временем. Сколько сейчас времени? Ну, допустим, сейчас 14 часов. А сколько времени будет через 4 часа? Ну, понятно, сколько 18 часов. А сколько времени, если сейчас 18 часов, будет еще через 7 часов? Давайте подумаем. 25 часов? Ну, так не бывает. 25 часов не существует. А как называется 25 часов по-человечески? Сейчас мы молочи про это, чем здесь. Поляр, давай, это мейская остатка. Можно чуть-чуть вот здесь что-нибудь воткнуть. Нет, здесь еще опустим. Вот 25. Вот сюда. Вот, у него вот сюда. Это еще про часы, наверное, чуть дальше. Вот туда. Ага. Вот. Вот. Это мусорка. Мусорка тоже это мейская остатка. Ну, в смысле, не вся мусорка. То, это диез. Ля. Ля диез. Си. И до сразу, потому что си диез тоже не бывает. Теперь, что такое мажорный аккорд? Мажорный аккорд. Это трехзвучие, в котором я вначале перепрыгиваю. Я начинаю с любого. Например, си. Перепрыгиваю на 4 вот таких вот минимальных промежутков вперед, а потом на 3. Если я на пианино возьму си, ре диез и фа диез, у меня получится мажорный аккорд. То же самое, если я от любой другой точки отступлю. Например, от ля я должен отступить вперед на 4, а потом уже на 3. Тоже получится мажорный аккорд. Ля, до диез, ми. Ну, обычно мажорный аккорд называют той нотой, с которой он начинается. А минорный аккорд, это когда в начале 3, а потом 4. Например, до, ре диез, соль. Это минорный аккорд, и он звучит грустно. Если вы возьмете его на пианино, вы почувствуете легкую грусть. Это означает играть минор. Ну, а сложение здесь, конечно же, проявляется по модуле 12. Тоже поможете, что мы постричьем? Посмотрите, а еще и кто-то по-другому. Да, ну, а здесь, значит, потом посмотрите. Сейчас идем, например, еще вот сюда. На секунду, что там за пример будет? Нет, вот сейчас. Ну да, да, можно здесь походить. Вычисляем, какой день рождения, какой день недели был, когда я радился. И из-за этого нам придется ждать... Очень интересная календарная альтметика. Неделя 7 дней, там все по модуле 7. И причисления в году... А дальше как? Так, все остатки. В году... Год имеет остаток то в 1, то в 2 по модуле 7. То есть неделя то на один день сдвигается, то на два. Зависит от високосности. Вот. И когда вы долго вот считаете... Бывают суперзадачки, типа вот в этом году группа, с которой я хожу на лыжах, вы, кстати, уже открыли сезон в Москве. Такая ситуация, там кто минусы выпадает с ним, кто он снова так. И кто выпадает, кто снова так. Вот уже 2 раза он выпадал, и уже 2 субботы выходили на лыжах. Уже почти 100 км. Забыл идей, на чем вы становитесь. Вопрос. А, давай. А человечество сейчас может прожить без математики? Ну, оно же не будет стоять, такой эксперимент. По идее. Ну, я бы сказал, что нет, потому что ты же все равно в жизни считаешь воронки, количество... Какие-то количества ты все равно считаешь? Математика начинается там, где ты замечаешь, что 5 ворон и 5 метрбродов что-то общее имеют. В этом моменте уже какая-то математика. Абстракция политических ислам. Ну, вот. Так вот, наша группа, которая ходит по субботам на лыжах, а я, ну, смотри, осенью-весной пешком, а в этом году ходила 29 февраля. Это високосный год, 29 февраля было субботой. Когда мы все из электрички стали выходить, я сказал, до обеда все решают задачу, когда в следующий раз мы пойдем в поход 23 февраля. В таком году. В первом некоторое количество людей решили правильно, а некоторые сказали, что они просто не понимают, как и не приступить. Да, кто сказал? Сразу начал, посмотрите, человеку не понадобилось даже это самое. Как тебя зовут? Меня Тагир зовут. Тагир. Я все детство личное принадлительное. О-о-о-о! Я уже подписаться не считаю. Так. Сразу вот так вот, видите? В 2048 году. Спасибо. Это будет чтение на ночь фактически. Вот. И да, через 28 лет, только в 2048 году, потому что через 4, ну, в простых яхтах, мы ранее, мы только высокосные, через 4 года по этой схеме сдвиг на 1 плюс 1 плюс 1 плюс 2 на 5 дней. Но 5 и 7 взаимопростые, поэтому придется ждать 7 таких циклов. И вот это как раз проект Алидмитика осталось. 7 циклов по 4 года, это 28 лет. Но в 2048 году, значит, мне будет в этот момент 74 года, в феврале я буду еще 74 года. Ну, у нас и по 89. Здесь недавно один наш участник, другой, переборял коронавирусом 89 лет, благополучно продолжил упражнения свои, так что вот, так что да, это вполне возможно, что я еще заставлю. Так, в общем, Алидмитика остатков, она вокруг вас везде. Очень много где вот этого повторяющегося цикла, который перескативает. И на этой идее, собственно, комплексы числа и основа. Комплексы умножения, осложения углов и перескативания, соответственно, через угол 2π. Вот, поэтому невозможно приступать к изучению комплекса чисел без этого раздела. Что происходит на самом деле здесь? Два зеркала хрестивы, я просто объяснил. Вот здесь появляется комплексный чисел, в стволе, прямо в стволе. И все, вот все, что до этого, это детский сад ясный, понимаете? Все. А дальше начинается серьезная, нормальная математика уже уровневая, и комплексные числа требуют несколько разделов на них. Если с бухты-барахты на новой лаги падают, ничего не понятно. Ничего не понятно, как с ним работать, как бы, как они удивительным образом открывают какие-то задачи, да, ну ничего. И поэтому до того, как выходит к комплексным числам, нужно изучить вот этот вот ряд разделов. Движение на прямой окружности и плоскости начальные, представление их. Ну да, вот эти совсем уж первичные вещи. И арифметику остатков обязательно тоже. В принципе, можно перейти после этого, перейти комплексным числам. Но обычно, ну мы вырешили, что еще до них перестановки. То есть усилим теоретико-групповую составляющую, это значит перестановки, композиции перестановки брать. Это тоже очень детское, очень по-детски, но при этом выводят в центр уже теории друг, самая настоящая. То есть это можно, могут делать дети средних классов, а сразу же к северику приходят все. Перестановки на трех символах, да? Уже, уже, она уже, это уже не компутативная группа, говоря языком. Дисун. А я хочу, чтобы задача на угробение. Да, задача смешить. Я постепенно, как это будет. Так. Алексей Владимирович, а можно вопрос? А вы считаете, сколько дней прошло, да, вдвое? То есть в какой день я родился? А как вот задача разрешается? То есть надо знать, сколько часов прошло, в момента нашего развития. А просто нужно умножить на 24, потому что все дети, да? Нет, учитывая, что у нас, у нас, что, там, отменяли. А ведь нельзя. А я все равно, это же прибавляю и... То есть нужно только сравнить с тем, в тот момент, на один час. У вас, да, кстати, вам не повезло, сколько раз у вас было с трех и четырех, да? Смена. Смена, да. Да, то есть если бы было в Новосибирске, не было еще отдельно, пришлось бы знать, какой вариант времени был тогда, относительно Москвы, например, да, в Москве, тоже летнее и зимнее. Да, 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 но там будет плюс-то и начало. Надо будет учесть. То есть здесь уже не очень сложная будет задача, потому что дни одинаковые. А вот годы разные, из-за этого возникает серия. Мы все это делаем. Так, ну что, давайте посмотрим на задачи к этому уроку. Они должны быть простые. Начальные, вот к этому введению в элементе хвостантов, нужно вернуться к курсу и посмотреть, как в том, куда заходить, чтобы остальные решать. Да, да, значит, нужно к курсу вернуться, то есть на сайт готов вернуться, и мы порешаем, а потом мы скоро про все остальные деятельности, которыми я занимаюсь, в том числе про книгу и связанные с ней вещи, про внешне пожарство. Да про все. Так, итак, вот, дети и наука курсы надо, это надо вниз, вот они. Так, и теперь чуть-чуть, тут всякая самая революция, вот начинается то, что нам надо, вот-вот. Так, теперь мы идем к 11-20, вот сюда, нажимаем, нажимаем 11-й введение лепесткового старта, и теперь мы идем к задачам, конспект, конспект, задания. Вот задание сейчас мы решим. К этому источку оно всего одно, но к следующему его уже много. Ну к этому что там, какое задание там всего? О, отлично, кто быстрее? На какую цифру оканчивается число 2 в 2020 сегодня? Кто быстрее даст правильный ответ? Мы пока быстрее посчитаем, кайферный. Значит, так. Кто дал лучше какой-то ответ? 6, да? 6, другие ответы есть? Ответ 0 не принимается, это точно не верно. Потому что 2 в 20-й, почему, посмотрите, вот, почему заведомо ясно, что не 0? Любое число, делящееся на 0, ну, окажется на 0, делится на что? На 5. На 5. А на 5 не может делиться произведение чисел, которое не делится на 5. Это основная терема арифметики. 5 простые числа. Так, есть еще вариант 4. Так, значит, первый вариант 6 от нами, да, был? Правда он шепотом сказал, имею ввиду, что книгу он уже получил. И ему уже второй, наверное, не нужно. Так, значит, был вариант 4. Ну давайте посчитаем. Значит, в чем тут на самом деле секрет? В том, что они в какой-то момент начинают зацепиваться. 2, 4, 8, 6. 2, 4, 8, 6. Это первая степень, да? Нулевая, первая, вторая, третья, четвертая. Ну и понятно, что по кратким 4 будет 6, поэтому Кагир был совершенно прав. А кто еще сказал 6? Вот кто первый вслух робко сказал 6? Идите к нам, вручим книгу. Все, кто сказали 6, подойдите. Что-то говорим еще. Ну давайте, да, все, кто сказали 6, честно подойдут сюда. Ну что, вносим 6 и проверяем правильный ответ здесь записан. Давайте, нажимайте решить. Так, вот, так, а где же... А, это что, уже решение, что ли? А где подставить сейчас, а где... А, это нам помогают решить. Я понял. Ха, нам помогают решить. Тут надо написать, соответственно, тут надо писать 2, 2. Тут вот 16, а сзади будет 6. 6, 6, 2, ну да, сейчас долго, да, это будет все. Ну понятно, в общем, что 6. Ладно, давайте тогда заглянем в другой урок. И посмотрим, так, это 12-й, смотрим 12-й урок. Вот тут уже очень существенная часть, существенная часть этой ритметики, это составление таблиц сложения и умножения. Таблиц по модулю чего-то. И это называется модулярные очки, которые изобрел, ну, конечно, педагогического приема изобрел Максим Олегович Коваль из школы Школкова. Есть такая, еще онлайн школа Школкова. Ну, а он специально так сделал, чтобы его путали и не переходили к нему. Вот. Это довольно прикольное начинание. Я, в частности, весной с ними подружился и стал у них... Когда все у меня рухнуло разом, все, вот все планы по выездам, все разом рухнули. Кстати, с чего же все получилось? Я должен был к вам приехать в марте. И еще вокруг этого марта, в начале апреля, было где-то около 12 разных городов у меня. Все они упали, просто отменив на неопределенное время. А с Новосибирска мы очень обрадовались, сказали, классно, потому что Николая как раз здесь нет, а в следующий раз когда-нибудь будет. И так и вышло, мы перенесли их с Барнаулом. Барнаул прямо... Мы год списывались, очень хотел, чтобы я приехал, и тут вот берется и все это. И они до последнего держались, говорят, ну, мы можем, в принципе, мы можем провести, но, может быть, если вы точно приедете осенью, давайте перенесем на осень. Вот. И я перекинул 30 ноября. Я, честно, я ошибся, я должен, честно сказать, я ошибся в расчетах скорости эпидемии. Я забыл про лето. Понимаете, вот какая глупость, да, то есть любой вирусолог мне бы сразу сказал, летом не будет распространяться вообще, даже независимо от карантина. Летом происходит сильнейшее разобщение людей. Нет никаких вот этих, то, что мы, вот как мы живем осенью, зимой, весной, мы очень много общаемся друг с другом. Летом все это общение уходит, люди по дачам сидят, там, кто-то куда-то на юге есть отдыхать, кто-то еще что-то делает. И естественное сильнейшее разобщение снижает техцентр распространения ниже единицы. И поэтому сама запухает летом, вот он сразу вспыхивает осенью. Я не просчитал, я посчитал в своих моделях, что уж точно как тепло закончится. Забыв про лето. И взял на 30 ноября билет. Ну и потом, соответственно, когда подходит ближе, ну я уже, ну мне просто, ну как-то, знаете, третий раз, второй раз переносить, я уже не хочу. Ну и он говорит, что он меня ждет, несмотря ни на что. Единственное, что не могут сделать рекламу открыто, потому что там жестче. Ну тут у нас нет этих церков, да, которые смотрят, что происходит, а там, ну может и будут. Ну вот, и вот в результате получилось, что я приехал, вот мы с Николаеву знакомились здесь, то есть это вот перенесем здесь с марта поездка. Так вот у меня все это рухнуло, и как-то я не понял, а что делать-то, да, то есть был план, там куча лекций. И звонит Максим и говорит, а давай я тебя подключу к школкам, ты будешь вести самую другую задачу ЕГЭ, номер 19, будешь у меня вести и разбирать все ее варианты, она не так трудно, она оказалась интересной. Я до этого, честно говоря, никогда не смотрел на ЕГЭ. То есть я первый раз посмотрел на вариант ЕГЭ в марте, в 2 года, и увидел, там уже... Да, уже был длинный, ты его любитель. И 19-я задача, она реально интересная, то есть там бывает совершенно олимпиадный вариант, там есть на чем подумать. Они разные, то есть я отзываю те претензии к ЕГЭ, которые были у меня связаны с тем, что ЕГЭ задает шаблоны, к которым можно подготовиться. 19 задач подготовиться нельзя. Это нужно просто знать очень много разделов, и только так и можно. То есть эту претензию я отзываю, потому что много угры не к претензии, но это радует. ЕГЭ, наша вся эта война за нормальное образование, она... Вот ЕГЭ это как бы... Это неправильная сторона, это то же самое, как сейчас из-за онлайн, все время на ГРЭ бывали. Это отвлечение в сторону, это маневу соперника, какую-то создать самую неправильную цель, куда надо стрелять. ЕГЭ уже не надо стрелять, можно другого добиваться. Можно добиваться, чтобы... Это не сосканый, не заходный. Уркшина очень хорошая статья, наверное, что надо делать, но это ладно. Да, это мы можем в третьей части обсудить, когда мы перейдем к вопросам-ответам. Так вот, я стал избирать у него эту задачу, Школкова, и он, когда я в какой-то момент говорил, что вот эта задача решается по модуля 7, просто сразу. Вы берете остатки по модуля 7, и там сразу все очевидно. Ну, типа, там, что-то типа суммы 3 квадратов, да, что не любое число есть сумма 3 квадратов, это видно по модулю 7. Вот. И, соответственно, ой, нет, извините, по модулю 8, 7 по модулю 8 не может быть суммой 3 квадратов. Из-за чего ясно, что нельзя сделать, нельзя любое число представить, где сумма 3 квадратов, а то, что любое число является суммой 4 квадратов, это теорема Лагранджа. Поминайте, зачем многочислить теорема Лагранджа. И вот там было что-то вокруг этого, и я сказал модулярные ответы по модулю 8, берём 7 по модулю 8 и получаем ответ. И он говорит, я это называю модулярные очки калибра 8. То есть на глаза надеваются очки, и в них всё, что отличается на 8, не различается в этих очках. То есть в них сразу 15 видно как 7, и как 23, и как минус 1, 8, и как минус 9. То есть вы сразу видите все эти числа одним числом, и у вас всего получается 8 чисел. Каждое из этих числов имеет представители среди набора 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Этот представитель в школе называется остатком отделения на 8. Но более правильно просто все их склеивать, считать одним числом у всех. И вот эта модулярная арифметика, она основу всего, с этого в общем-то арифметики должна рассчитаться. И вот первое, что мы делаем, мы выстроим на лице сложения и умножения. Ну сложение очевидное, а вот умножение очень, так сказать, это очень непростая штука. Ну давайте, поехали. Сколько решений, значит так, что такое корень? Если я пишу уравнение, например, x-x равно 0 по модулю 10, то если x заменю на тот же остаток, то есть, например, вместо 2 подставлю 12, я не буду считать это разными решениями, это будет одно и то же решение. Но если вместо 2, например, взять 7, то это будет другое решение. Потому что по модулю 10 у нас 10 разных видов остатков. Сколько из них удовлетворяет уравнение x-x равно 0? 2,2. Молодцы! 1,2. 0,5. 0,5. Так, я слышал... Детский голос. Два голоса было. Два голоса, да? Подходите сюда. Или больше голосов. Тут можно и больше. Все, кто сейчас громко сказал два, кто-то еще сказал? Кто еще сказал? Я видел. Вот, отлично. Две девочки. И молодцы. Еще говорят, что они способны потимать. Бывает такое. Как зовут? Алёна. Алёна. Да? Да, я так сказать... Ой, Алёна. А ну ладно. От автора. Вот. Тут вокруг этого много что-то всяких. Сейчас я скажу вам. Насчет дискриминации сейчас я скажу вам пару слов. Поздравляю! Спасибо! Мои личные наблюдения таковы, что в процентном отношении они действительно на том уровне гораздо больше парней, но тем не менее в краблении девушки вполне себе встречаются даже среди иногда самого сероса. В типичном мат-классе правильная пропорция примерно 22 к 5. Вот. Если это пропорция... Ну так, 22 к 4-6. Вот так. Если пропорция начинает... Если девушка начинается больше, то, как правило, это означает, что слишком сильно была дискриминация в пользу девушек, что боялись, что не будет и совсем. И некоторые из девушек не успевают совершенно за. А если меньше, то наоборот, это значит, что... там, ну как бы, предубеждение было принимающего, что девушки, ну как бы, они не способны, и он их заваривал. Вот правильная пропорция, если вы хотите, чтобы примерно одного уровня был разговор, примерно 4-5-6 нам отпас. В физике гораздо меньше. В программировании тоже. Ну я здесь, правда, историю не расскажу. Здесь у нас в МГТУ, как раз на автоматической технике, у нас учитель по моделированию, он тоже статистиками пользовался, и у него он ставил оценки по паренду. То есть есть такой принцип оптималиста паренда, 2-80. Кто не знает, это, условно говоря, 2% общества обеспечивает 80%. А, 20% людей, скажите, зарабатывают на 80% людей. Или там в любой фирме есть 20% людей, которые зарабатывают как 80%. Ну и так далее. И он первым 20% ставил и пятерки, и потом по нисходящей все меньше, 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 меньше. Вот. А я всегда сдавал последний. Ну, просто у меня фишка не была. Но моделирование я знал, ну, там, сравнимо с преподавателем, потому что я, потому что уже работал, уже работал, и делал у нас так плавно. Значит, делал. Ну, и я прихожу, у меня все отлично. И он мне смотрит, говорю, ну, я не могу поставить пятерку. Потому что уже... Я говорю, почему? Ну, значит, у вас будет исключение, подтверждающее правило. Вот. И мы с ним на это сцепились. Он мне поставил тройку. Я... Ну, мне на оценку вливать. И мы с ним сцепились. И через полгода он с извинениями мне поставил пятерку и уволился почему-то. Но я не ставил задачи... Философию сдавали, как минимум, когда. Философии. И я, значит, тот... Ну, он приходит, посмотрит на нас, говорит, ну, все с вами понятны математики. Кто согласен на 4, все сюда. Да, да. Вот. Я, естественно, сразу готовил свою зачётку или как там она. И ушёл. А один, значит, мой на этот момент, однодруппник, он сейчас довольно известный человек, я потом назову его имя. Это несколько не обидно, какой-то там. Вот. Я потом назову его имя. В интернете вы его очень много раз видели. Ну, по крайней мере, те из вас, кто экономикой интересуется. Ну, вот. И говорит. Почему 4? Я очень хорошо знаю философию. Я уже знаю на 5. Балду говорит. Да что вы говорите? Балду говорит. Ну, больше вы не знаете философию на 5. То есть это не математика, да? Где это? Он сейчас что? Решил правильно. Решил, да? Философия ты что? Как поверёшь, слышно, да? Так оно и вышло. Твои идеи. Ну, мы так считали по крайней мере. Может и ошибочно. Он говорит, нет, знаю. Ну, хорошо. Всем, кто согласен, 4. Всем до свидания. А с вами вы молодожник поговорили. А с вами я попрошу остаться. Да. 5 часов. Он его на вытопу поставил 5. Да. Это да. Вот. И вот, да. Он доказал, что он знает философию. Он вообще очень да, голосовал. Я не буду вас его знать. Отлично. Да. Ну, ладно. И звали его гостью Соню. Я предлагаю перейти к вопросу мать. А, подожди. Ну, сейчас. Прямо. Сразу? Так мы ещё даже не начали. А, начали, не начали. Затачиваем. Вот. Константин Сонин, он сейчас пишет довольно много в интернете. Он по методическим темам все. Потом вместе прошли. Вот. Он получил свою пятёрку. Ну, я тогда здесь тоже не могу ещё одну историю рассказать. Мы точно так же полтора часа у нас здесь. Ну, кто? НГТО вообще-то кто-то связан? Да. Учился, собирается учиться здесь. Да? Значит, там у нас на автоматическом технике седьмого корпуса музей был знаменитый Губарев Василий Васильевич. Значит, ну, прям такой серьёзный дядя. Он моделирует и концептуальные основы информатики. Информации. Значит, преподавал информатики. Вот. И знания. Чем отличается информация? Да, знания. Оказывается, это всё различные вещи. Да. Такую систему. Да. Вот. И... У него тоже был принцип. Я люблю ломать принципы людей. Я переводился, и мне нужно было срочно достать, а он уже уезжал в обзор. И поэтому он не любил вот этих достающих, а он сразу даже тройкислал. У него слава была, что он за двадцать лет... Я вот по логике таким образом получил четвёрку. За двадцать лет? Меня дразнили Лениным. Да. Потому что он не обладился четвёркой по логике. Да. Какой Ленин? За двадцать лет, за двадцать лет, он не обладал переводчиков. В смысле, там, кто пенис поставил. Он не поставил вообще даже выше тройки. Вот. Ну, иногда, в основном, двойки, и они там уходили в армии, куда-нибудь, да, а потом, значит, тройки очень редко. Вот. Я говорю, пришёл, и точно так же, примерно, он говорил, ручки это модели реально? Всё. Один вопрос был. Я ему сказал, это так и так. И он, не понял. И в трат часа мы общались, и в итоге он ему сказал, ну, там, четвёрку или перед сдачей. Ну, философия, конечно, за всеми печатями для меня, хотя в последнее время я не был в дискуссии с философами на канале. А, я про канал ещё не слово искал. Маткульт-привет канал в интернете, где... Ну, на ютубе. Ну, про него ещё сейчас, наверное, на вопросах, да, будет? Про канал. Мы все ссылки... Задача, да, 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 да. Мы все ссылки выложим на сайте. Ну что, Арус, а... Какие здесь решения? Ула. Три. Ноль, три, шесть. Да. Ноль, три, шесть. Ноль, три, шесть. Давай тоже пишем. Вот. Так. Ну, тут ещё говорили. Кто ещё сказал ноль, три, шесть, тоже подходи. Ты ещё есть, кроме этой пачки? Есть. Подходите, все, кто сказал ноль, три, шесть, подходите. Как запомнили? Сто. Для Ники сразу отложите там, сколько вам нужно. Ага. Значит. Так. Отлично. Значит, соответственно, здесь количество храгии у нас три. Так. Ну, следующее очевидно по предыдущему, да, по аналогии, да, что здесь будет 0,4,8. И то же мы не решаем. Раз. Вот. А вот давайте решим следующее. Вот тут уже умножение. Тут уже умножение. На самом деле это то же самое. В предыдущих случаях тоже было умножение. Что такое умножение? Это повторное сложение, да? Ну, по крайней мере, да, умножение целых чисел и остальных тоже. То есть мы решали задачу 2х равно нулю, решали задачу 3х равно нулю. 3х равно нулю по разным модулям, по разных модулятных очках. Теперь мы решаем задачу 4х равно нулю. По модулю 6. 3. 3. 1. 3. 1. 1. Подставляем 1. Нет. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. Это правильно. Смотрите, здесь немного иная ситуация, да? Здесь не 4 решения. Подумайте почему. Как тебе это удивительно? Разница в том, что 3. 2. 2. 4. 1. 2. 2. именно это важно. И поэтому решений столько, сколько нот между ними. Наибольшие общие делители. И их оказывается два. Ну вот, ну, дальше, соответственно, здесь уже по одногодней с предыдущим ясно, что их... Ноль и бачки. Да, ноль и бачки. Кто сказал, кто-то маленький сказал? Я. А, иди за мной. Как зовут? Данил. Какой класс? Данил. О-о-о! У тебя большое будущее. Приступай к округу. А в этом классе уже будешь считать как вологии комплексов. А интегралы символ примерно? Алексей, я когда спросил, зачем нужны синусы? Что вы сказали? Ну, помните, я говорю, зачем нужны синусы? Комплексы экспоненты записывать, да? Да, собственно, записывать комплексы. Нет, вы кстати говорили, да, что я предупредил, что на самом деле дети, наоборот, они часто раньше времени спрашивают, когда бы, Алексей Владимирович, наконец-то о чем-то комплекс случился, да? Ну, потому что вы про них постоянно рассказывали. А не эти вопросы. Зачем нужна антематика? Только и журналисты задают эти вопросы. Проблемы. Ну, или вот Николай задал вопросы исключительно, чтобы меня разогреть. Так, ну и здесь, соответственно, тоже понятно, что все эти, все чертные, да, по той же самым причинам. Ну, вот такие задачки. Ну, это задача один, да, есть задача дальше, вот. Ну, можно тут сейчас расставить правильный ответ. Ну, хорошо, ладно, дальше сами, да, поиграетесь? Вы поняли, как с этим работать. И прохождение первых двадцати уроков уже означает довольно серьезное, такое хорошее, введение в математику. Если вы пройдете в седьмом классе все двадцать уроков, то вы будете готовы проходить следующие восемьдесят, даже если упражнения для них не будут сделаны к этому моменту. Мы не понимаем, как дальше, потому что... Знаете, какое условие нам выкатил президентский грант, когда я его давал? Сто тысяч просмотров на этих десяти роликов с одиннадцатого по двадцатый. Потому что это президентская программа, там типа «Большое покрытие» называется, и нам пригодилось изо всех сил прямо делать все. Я не знаю, что я по всем сетям, по всем выводерам, всем, я всем своим... Нет, YouTube же сразу эти накатанные спрашивают. YouTube не дурак. Нет, накатанные ролики. Нет, 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 нет. С одиннадцатого по двадцатый. Вот те, которые по президентской программе проходили, нужно было собрать сто тысяч просмотров к сегодняшнему дню. В общем, к вчерашнему дню. Вот. И всю осень мы изо всех сил пытались и все-таки собрали у нас сто три тысячи. Но это было вот на ножах. Все деньги пришлось бы вернуть назад. Представляете? А еще одна звонит мне весло и говорит, Алексей, я все, я сдаюсь, я сливаю. Мы не сделаем сто тысяч. Я говорю, если ты сейчас не возьмешь, ты вьюзер на все этапы. Просто вот, где уж ты вьюзер? Вот. Просто учтите. Умейте потери. Да. Она говорит, ну тогда ты должен мне помочь. Потому что я точно не люблю. И мы, значит, осень вот. В общем, она доказала. Там прямо по всевероятным условиям было? Ужасно. Просто обратно обратно, да. Сказать вам шепотом? Сколько? Ну просто, чтобы понимали, сколько стоит продажа. Да. Какой сумме речь? Ну давайте скажем. Я думаю, что до этого момента никто не досмотрит. Сколько рублей? Из соглядатых. Нет, давайте. Из соглядатых сломать, когда я сказал, что Минобор – это министерство борьбы с образованием. И дальше смотреть не буду. Два миллиона рублей. Двести тысяч стоят один ролик. Двадцать миллионов и все уроки в интернете навсегда. Но нет, нет. В России нет пока ни государства, ни частных бизнесменов, которые были готовы эти деньги дать. Вот пока с помощью президентского города мы вот так вот записали эти десять. Она будет подавать на следующие десять. Может быть даже замокнется на двадцать. С чуть-чуть большей суммой. Там есть чуть-чуть большая экономия этого самого. Но уже я сказал, что мы следующие мы не наберем сто тысяч в коем случае. Поэтому условия придется либо с ними договариваться, чтобы… В общем, я не знаю. На самом деле, с одной стороны, кажется очевидным, что эта программа желательно, чтобы осталась на века. Что в неделячьем году будет происходить с образованием, известно одному Богу. Вот честно. И, так сказать, если не будет чего-то в интернете надежного на русском языке, то простите, мы превратимся в колонию в Англию. Это, так сказать, это мое… Вы можете стать не обманником, но это мое убеждение. Алексей, у меня предложение такое. Значит, дальше будет рубрика вопрос-ответы. Но прежде давайте по одному примеру вот из этого… А, тут… да. Буквально. Майкоп. Да? Да, да. Майкоп. Майкоп. Кавказский математический центр. Сейчас, сейчас. Все вот эти ссылки мы запустим в нашей новости. Ну, на Лиге Рома. Да. И 100 уроков математики в интернете, и где достать книгу, и где мы-то залезли. Да, что… Да. Во-первых, про книгу, которую я сейчас вам… Значит, кто еще, особенно из школьников, в какие-то моменты что-то правильно отвечал? Подойдите сюда. Да, да. Да. Я слышал правильно, девочка говорила про Эля Тимпанетон. Но скромность, да? Скромность – это прекрасная качество. Ну, книга, если она про тебя достанет… Я книгу поздравляю. Так. Ну, вообще, у нас сколько школьников-то еще? Всем школьникам раздать книгу, да. Подходите, все школьники, кто еще не приходил сюда. Политическое решение. Создравляю всех! Это случайно, да? Так, ну вот. О, хотите вином посмотрим? Всем привет! Меня зовут Алексей Саватеев, и я пришел, чтобы рассказать вам, что такое вином Ньютона при n равно 3. Ну, действительно, при n равно 2, что там? Это в школе учат, а плюс b в квадрате равно а квадрат, плюс b в квадрат, плюс 2а b. Ну, и это можно дорисовать на доске. А вот при n равно 3 речь уже идет о некоторой пространственной фигуре, а именно о кубе. Вином Ньютона при n равно 3 это некоторое утверждение про куб. Ну, рассмотрим куб. Сейчас мы его повскрываем тут. Вот, куб. Видите, какой у нас куб? Сыр. Давайте с этим голландским сыром и поразвлекаемся. Итак, что такое бином Ньютона? Это утверждение про то, из каких слагаемых состоит выражение а плюс b в кубе. А что такое а плюс b в кубе? Это объем куба со стороной а плюс b. Вот, то есть должно быть, чтобы все вот эти были одинаковы. Ну, давайте попробуем считать, что вот это будет у нас а, а вот это будет b. То есть а будет маленьким, а b будет большим. Как тремя разрезами разрезать торт на 8 частей? Обычно очень сложно на этот вопрос как бы обычной домохозяйке сложно отвечать, потому что они не могут себе представить, что торт надо резать вот так. Ну, как это можно? Крем отделить, что ли, от этой самой, да? Поэтому эта задача, она как бы задача тест на математика. Математика, конечно, тремя разрезами 1, 2 и 3 разрежет торт на 3 части. Но нам нужно резать сыр. Итак, я примерно отступаю так, чтобы было а и b. Да, вот у меня а. Мышцы пора качать. Плохо режется сыр. Так, пошел b. Вот и b уже разрезан. И c. Ну, что значит c? В. Третий разрез пошел. Ну, я, наверное, чуть-чуть схалявлю. Вот так сделаю. Итак, а плюс b в кубе состоит из 8 слагаемых. Вот они здесь все. Это явно а в кубе. Кубик со стороны а. Это явно b в кубе. Кому-то повезет, кто-то съест b в кубе. Неплохо, да, за раз такой? b в кубе съесть. Это три одинаковые. Это квадратик со стороны а, а по длине это b. То есть это а в квадрате на b и их три. Поэтому это три а квадрат b. Ну, а эти? Тут квадрат явно у b. b на b. b квадрат. А толщина у них маленькая. Это а. То есть это а, b квадрат, и их три тоже. Итого 3а, b квадрат. Итак, получается у нас, что а плюс b в кубе, это а в кубе, плюс 3а квадрат b, плюс 3а b квадрат, натурально 3, да, плюс b в кубе. Вот, собственно, и все. Вот этого мужика запомнился, который сейчас съел кусок сыра, который в серединке здесь стоял. Это Михаил Собчинников, оператор Первого канала, который очень любит мои лекции. И это самое. И он нам помогает. Он на канал чуть-чуть посмотрит. Вот у нас, значит, нас здесь 108 тысяч уже. Недавно была серебряная кнопка. Правда, для финансовых заявок. То есть 108 тысяч, смотрите, канал. Вот, значит, чтобы понимать, да. В русскоязычном интернете существует больше 100 тысяч человек. А мы надеемся, что и до 200. Мы можем доползти, в принципе. Которым интересно математическое содержание вне всякого Евгей Огрейд поступления. Даже вне, в общем-то, формальных курсов. Там их не очень много. Там отдельные, конечно, есть. И даже иногда я выбираю ЕГЭ задачи. Но это крайне редко бывает. А в целом, это контент просто математический. Вот это, например, целый курс, мини-курс, лекции введения в математическое мышление. Вот. Математика, значит, язык математики, логика, функции, доказательства множества. Всем студентам категорически рекомендуют все это посмотреть. Всем. Всем старшим школьникам тоже. Ну и в целом, для взрослых, вот это вот как бы, это было подано, хоть куда-то, я не помню, куда-то, какие конкурсы, короче, даже подавали, но там бывает обидно. Ужасно, когда там выигрывает кто-то с не очень высокой, ну, как бы сказать, интеллектуальной составляющей. Я не выигрываю. Ужасно обидно, и мне всегда хочется сказать, что это потому, что комиссия ничего не поняла. Ну, это, 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 это мое, от досады это было. Ну, у нас два что-то было. А серебряное золото дали или не дали? Дадут, но нужно заполнить. Нет, просто рекламы нет. Рекламы нет. А, может и не дадут, я его не заполнял, я не знаю, да. Мы YouTube обламываем, он нас никогда не рекомендует, практически, только очень редко. То есть из-за того, что мы же, мы не рекламим. Мы не рекламим. У нас есть только честные рекламные ролики иногда. Честные. То есть я говорю, сейчас я честно порекламирую некоторых очень хороших людей, которые нас сильно поддержают другими, да? Но это именно не прерывающая реклама. Понимаете, вот что на самом деле, что ужасно в рекламе? Она, мы ее не просили. Нам ее навязывают, да? В этом проблема. Что такое реклама по идее? Реклама нормального человека. Это информирование о тех или иных появившихся товарах и услугах. Нахрена на мне, когда я математику смотрю? А если мы приходим, вот едем, мы телевизор не держим. У нас совершенно полное согласие с женой, что это ого сатаны телевизор. В любой стране, в любой абсолютно, это ого сатаны. Это вот совершенно зомпирующая штука. Что в Киеве, что в Нью-Йорке, что у нас это совершенно не имеет никакого значения. И поэтому мы его не держим, это ого сатаны дома. Но иногда мы приезжаем в Тулун к родителям жены, там телевизор есть. И, значит, там иногда идут какие-то хорошие фильмы, да? И вот ты смотришь там на Рождество фильм про Иисуса Христа, да? И вдруг тебе рекламируют в этот момент какие-то там... Ну или еще хуже там какие-то участки. То есть человек, который это делает, убивает там разом 100 миллионов душ. И не то, что убивают, да? Прямо совсем. Но это страшнейшее... По мне это страшнейшее ответственность. Ужасное действие просто. То есть первый указ, если вдруг никогда не будет. Хотя это не земли русской. Первый указ. Прекращение, категорическое прекращение. Передача телевизора из этих групп, этих вот гадов. Прямое подчинение, чтобы не было никакой рекламы. Рекламе будет уделяться отдельный вот час. Вот час информирования. Кому нужно с 9 до 10 будет информирование о новых продуктах и услугах. Вот и все. А нормальные фильмы, конечно, не могут открываться рекламой. И у нас та же самая политика. Мы можем дать рекламу, но это будет только такая. Нам звонят. Алексей Владимирович, сколько стоит Ваша реклама? Я говорю, все к Егору. Егор там вызывает и цифр. Егор команду этим делал. Администратор. Да. Вы разбираетесь в интернете, какие-то шоу вопросы или правильные формулы? Что-что? Вы разбираетесь в формулу? Один вопрос. Ну сейчас явно это немножко... Не то место, где вы... Какой-то вопрос по формулу. Ну да. Там есть одна формула, на которой вся Вселенная держит. Ну интересно, правда ли на ней и Вселенная? Вселенная держит на формуле. Вселенная держит на формуле. Ер степени ипи равно минус единице. Ну тоже да. Самая правильная. А какая формула по тематике? Там конкурс Ета и гравитация и энергия. А, нет. Про физику я, честно сказать, не буду комментировать. Е равно Экси квадрату? Нет. Е равно Экси квадрату, пожалуйста, да. Есть такая... Человек просыпается в больнице, да? Знаете, это анекдот, он баян, правда? Просыпается в больнице, кости переломаны и все. И говорит, хорошо, что пополам. Первый раз, да? После того, как... Так, ну что, коллеги? Да, ну вот, я же о чем? О том, что... Да, у нас нет рекламы такой. У нас... Я отличаю им, что... Сейчас Егор вам все объяснит. Егор начинает объяснять. Они говорят, отличные ставки, шикарные. Очень удобно для нас это заплатить. А в какой ролик вы это вставите? И тут показывается знак, который я приедете вам покажу. Никакой, это какой-то день на рекламный ролик. Ой, ну кто же его будет смотреть? Никто. Ну тогда зачем? Победите отсюда. Вот. Ну а одна вот контора, она сказала, нет, а мы все равно хотим. Кухни на районе называется. И мы едем везде. Там была церковь. Они что-то агрессивно везде рекламировали. Так, ну что, коллеги, сейчас... Ну формат, вопрос и ответов. Любой интересующий вопрос... Да, давайте. Вообще... Не сомневайтесь. Можно отключить? Нам была... Отходит привет. Книга математики и уникальные. Дети, которые по ней делались. Мои лучшие начинания. Ну ладно. Короче, давайте так. Действительно, болтать можно долго. Задавайте любые вопросы. А вы их делите в городе? Нет, я родился в Москве. Все очень сложно. Я жил много где. В частности, в Новосибирске. Я прожил всю осень 2003 года в Академии в городке. В разных общинах. И за это время переменил 4 места жительства. С сентября, по декамы, в 2020 года. В одной общаге. Потом в другой, потом в третьей. Потом в такой очень крутой общаге. Там все выпустило. Этот ново построенный там высотки в лесу. В общем, я Академию хорошо очень знаю. И в сумме в Академии, я думаю, что я провел этого года. Если всех не надо. Когда я жил, там по три недели, по три бывало. Я еще хотел пока вопросы. Про сих пор помню. Видите? Я когда был маленьким, я никак не мог запомнить все эти формулы. В общем, родился я в Москве. 13 декабря в 1673 года. Формула разложения, коэффициенты. Вот х плюс х в квадрате, плюс х в кубе. То, о чем сейчас была речь. И как ты наткнулся на бином. А вы пока готовьте еще вопросы. Да. Как ты наткнулся на бином ньютона. По крайней мере, я так его понял. Может быть, он не бином ньютона. Но такое возложение очень простое для любых школьников. Мы пишем единичку. Потом по бокам пишем еще единичку. Любой их воскажет. Любой их воскажет. Потом еще единички. А посерединке суммируем то, что сверху. То есть 1 плюс 1, 2. Потом единичка. 1 плюс 1, 3. 2 плюс 1, 3. 1, 1. 1. Дальше подсказывайте мне, что будет здесь. 4. 4, дальше. 6. 4, 11. Вот. И теперь, обгадайте, какие будут коэффициенты у х плюс у в четвертой степени. Вот х в четвертой плюс 4х. А здесь амтатка. Плюс 4х в кубе у. Чего это не так? Плюс 6х в квадрате у в квадрате. Плюс 4. Ну они симметричны, естественно. То есть х в квадрате у в квадрате. И плюс 1 на у в четвертой. И так можно все отложить. А ну а здесь... Вот вам задача. Вот задача из серии, которые даются на входах, но не в седьмой класс, а где-то в восьмой в девятый. В этих супершколах. Задача. В каких строках треугольника Паскаля только нечетные числа. Предупреждаю, задача не очень простая, неожиданная. Ответ не очевидный. Ответ нужно доказывать. То есть когда вы уже нарисовали, допустим несколько строк, вы увидели это и поняли его. Но еще доказывать вы его будете очень не быстро. Вот так. Вот вам надо в задаче. Одновременно это мне пригодилось и в университете, когда мы считали комбинаторику. У нас была мат ожидания, комбинаторика и, например, кодовые замки. Помните? Раньше были кодовые замки, которые вот так вот нажимались. Нажимаются и тут же отжимаются. Не которые надо вот дергать, но которые дергать тоже. И мы всегда ребятами отгадываем, что сколько же вариантов подбора этого кодового замка. Вот. А ответ был в этом треугольнике Паскаля. Я вот думаю, может быть надо бы это задать? Ну, минимальные эффекты изучить надо может задать всем, да. Ну, давайте я так расскажу. Смотрите, здесь какая нулевая степа получилась. Здесь первая, здесь вторая, здесь третья, здесь четвертая, здесь пятая. Там три, да, эти самые позиции подбора? Да, там три позиции, но из десяти. А разные все три, да? Да. Ну да, то есть понять, чего это работает. Да. Я начал это считать, там какие-то треугольники были у меня вот такие, из единичек, двое там. Что-то я считал, считал, а потом я сам дошел до того, что высчитал вот это вот. Ну да. Другой Репаскаля до десятого колена. И допустим, у нас будет, давайте просто задать, что будет пять цифр. Один, два, три, четыре, пять. И из них всего три цифры. Из трех цифр состоит код. Сколько вот вариантов таких всевозможных? Всего пять цифр, но код состоит из трех цифр. У тебя в него уже есть, да? Так, кто не слышал ответ от Нагира и кто хочет быстро сказать правильный ответ? Да. Их... 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 Давайте. Сколько вариантов подсловано? 35 типов, да. Значит, пять цифр всего, а кодовый замок под из трех цифр. Сколько? 35 типов. Нет? Так, я слышал тихий и правильный ответ. Кто-то здесь дал? 35. Или кто-то уже с книгой? Нет. Кто-то дал правильный ответ, видимо, с книгой? 3 в 5? Нет. Ну давай. Пересчитать даже можно. Ну, 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 Дрончик, кто сказал сейчас? Какой-то из трех цифр. А, с книгой, да? Да. Сколько вариантов переборных? 30. Можно больше считать, если подумать, как для цифр, и не надо нажимать. Да, можно больше считать? Я слышал несколько раз правильный ответ, но человек не хочет ставить Дронку, чтобы я посмотрел и получил книгу. Кто сказал сейчас вот это число? Кто? Громче, встаньте. Кто сказал, да? Вы. 10, конечно. Кто еще говорил, 10 уходите? Как зовут? Смотрите, как просто это происходит. У нас три числа. Сколько лишь 10, понимаете? Три числа, перебор из пяти. Да. Ну сколько же там говорили, мы уже с книгой, да? Три числа, перебор из пяти. Это называется в комбинаторике ЦС 3 по 5. Ну там, пять, это вот это как раз. ЦС 5 по 3. Но это то же самое, что ЦС 5 по 2, потому что выбрать 3, это то же самое, что не выбрать 2. Это то же самое, что вот это все перебирается, все вот эти комбинации, все возможные, как вот нарезанных сыра, да, все возможные кубики. И вот эти коэффициенты. Так вот эти коэффициенты ЦС 3, это вот это есть, это ЦС 1 по 5, это ЦС 2 по 5, ЦС 5 по 2, ЦС 5 по 3, ЦС 4 по 5 и так далее. Нужно быть продолжение бинома, да? И вот этот и есть ЦС 3 по 5, 10. И мы можем вот так взять 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5. То есть это на 1, что будет? Должно быть ЦС 2 по 3. Нет, дело в том, что на самом деле вот эта строка 0, вот эта же первая, вот эта вторая, вот эта третья. То есть нумерация должна начинаться с этого самого. Поэтому здесь действительно вот здесь, вот здесь ЦС 5, это совершенно правильно. А в следующей строке будет ЦС 6. Вот, просто эта строка кажется, что она 6, а на самом деле она 5. Нет, она 0. Я не уеду, что ЦС 2 по 5. А вот это 0. А, ну да, да, конечно. Это 0, это 1, это 2, а 0, это 3. Да, это все правильно. Да, 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 все правильно. 2, 0, все, спасибо. За правильный, кстати, за комментарий на нашем книге. Да, да, я тоже. У вас одна задача, я понял. Да, запоминаю, что математики, информатики все... Вопросы еще. Ну, берусь с нуля, да. Вот я рекомендую запомнить этот треугольник Паскаля, потому что он везде будет помогать. Везде будет шарики надо вытаскивать, вы на экзамен... Можно просто начать по эпидемии вопрос? Да. А вы использовали систему дефуров, чтобы свою модель считать? А, даю осирку, но я немножко ее корректировал на то, ну как бы на то, что я видел в России. Потому что скорость мне казалась немножко другой здесь. И еще такой вопрос тогда. А если в самой нашей эпидемии вирус мутируют, как модель изменится? Ну, уже совершенно будет другая модель. Ау? И... И уже ничего не сделали. Нет, а вообще с математическими моделями такая ситуация, что они... Как бы так сказать... Они должны знать свое место. Вот есть такой принцип, да? Вот когда... Самая большая ошибка модельера, которую совершают поголовно все модельеры. Они начинают верить в свою модель больше, чем в реальности. То есть, если они видят, что реальность отклоняется от модели, они начинают реальность натягивать на глобус. Они говорят, нет, вот здесь на самом деле вот так, а это неверно, то, что вы сейчас сказали. Вот. А ему показывают, вот же верно. Нет, это на самом деле неверно, вы неправильно посчитали, да? И начинают вот... А в этот момент нужно сказать, что модель неадекватной реальности в данный момент уже стала, например. Или всегда была для многих модельеров это и так. Тоже. Ну, кстати, это... Очень важно понимать, что такое адекватность модели реальности. А это знание не математическое. Оно гуманитарное. Почему я очень люблю этот разговор с гуманитарией и ВИП? Потому что этого не хватает для полноценного исследования любых явлений. Это в физике так просто. Померил сто раз и увидел, калибровал все переменные и написал, модель работает. В физике тоже. Ну, тоже не так. Но тем не менее. А вот в социально-экономических вопросах вот этот мост от того, что вы наблюдаете, к тому, что вы пишете как модель теории игр или там оптимизации, этот мост крайне сложен и зависит от прямого диалога с гуманитарией. Я МИП. Поэтому я категорически против их принижения. Это очень важно с гуманитарией разговаривать. Их знание бывает очень важно и полезно для адекватного моделирования. Вот так вот. Вот это то, что я обязательно хотел сказать. И я здесь хотел допомнить, что это, я сам вообще математик и на МИХМАТе учился. Но дело в том, что я потом пошел в жизнь после математики. Так вот в жизни ничего не сработало из математики вообще. Но это не значит, что математика не работает. То есть у меня бы самого была дипломная работа. Это методы оптимизации при минимизации степени субъективизма. То есть когда мы поиск решения и оптимизируем без человека, то есть без участия как бы человека. Но в итоге эти модели не работают, когда я сам занялся бизнесом и вот этими всеми поисками решения. Они не сработают. Короче из того, что мы учим в учебниках, реально работают аукционы очень хорошо и транспорт. Уже по-аклонистике не работает напрочь. Но когда вы попадаете в какую-то реальную среду, вам помогает умение быстро смекнуть. Вот в данной ситуации чем пожертвовать. То есть образование действует как просто умение ориентироваться вот в этих моделях. Вы знаете 100 разных моделей. Ну и какой-то вариант какой-то из них может пригодиться. Примерно так это работает. Примерно. Ага. Это что именно ты решаешь? Ну вот эта задача. Вот так вот? Да. А, и перебирать. Только 111 нельзя, потому что даже нет разные. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1, 3, 4. 1, 3, 4. Собственно. Ну а тут давай. Учительный. 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 Нет, нет, нет. А 111. Получается только комбинации. Будет ли работать? Нет, кажется нет. Нет, кажется нет. Да? Учительный. Да. Да. Но я закончил младшие классы. Я ушел после 4-го или 5-го года. Я играл на акадеологии. Вот так вот. Я играл, причем не буду как бы брать, играл очень хорошо вначале. Мне казалось, что я был музыкант. В первом-втором классе казалось, что я был музыкант. Но потом случился баг. Понимаете, что произошло? Нужно было все время повторять одно и то же. Я до какого-то момента все повторяю. А потом началась наработка пальцами. И я восемь раз повторив какую-то сложную партию, вот после 4-го класса, на даче сидел, повторял. И потом подошел к папе и сказал, пап, существует на свете профессия, где не надо ничего никогда повторять? Он говорит, да, супер есть, но она только одна. Это профессия математика. Во всех уголовностных профессиях нужно очень много повторять. Ну, а здесь решать задачка. Решать вполне все равно. А здесь делаешь какие-то математические примеры для того, чтобы музыкальные примеры? Да! Математика музыки. Двести там, по-моему, тысяч уже просмотров, если я не ошибаюсь. Это вот у меня на канале, в моем видео, я рассказываю про музыку. Прямо на матку? На матку привет, да. Надо вообще сортировать по... Вот если вы отсортируете по порядку, там вот первая, это лаборатория математики, которая, кстати, празднует 15-летие или 18-летие одновременно. Я должен записать ролик. Я забыл. Мне Коля Андреев очень просил сделать ролик, посмотрите на канал. Да. Если останется время, запишем его отсюда, да? Да. Вот, и дальше идут вот эти все, там, с лебедевым интервью. Идея такая, что математика, это как бы это и... Сейчас, сейчас. Это и решение задач, это и физкультура. У меня есть ролик «Зарядка от профессора». Посмотрите. Но это до коронавируса. Если честно, после коронавируса немножко сложнее делать некое физическое упражнение. Но говорят, что через 3-4 месяца все уберет. Вот. И, соответственно, это и общение, это музыка обязательно, и это общение с интересными людьми. И вот все это на канале есть. Спасибо. Да? Что значит, что утверждение невозможно не догадать, не появилось? Ну, здесь нужно договориться о правиле логики языка. То есть это... Логичие Боберга. Есть утверждение... Нет. Математик не имеется в виду математическое. Теория Мегиоделя имеется в виду. На самом деле я ничего не могу произнести, что за 5 минут бы это объяснило. Т.е. нужно взять книгу Виндельсон, обведение мат-логику, и просто открыть главу, которая посвящена теория Мегиоделя, и прочитать. Тут вот, увы, это вот такой случай, когда нельзя это популяризовать запомнить. Т.е. есть понятие истинного утверждения, понятие языка, там, формального языка. В этом языке некоторые утверждения, там, оказываются истины, некоторые ложные, да, там. И вот существует утверждение, которое является истинным, но не доказуемым, в принципе, средством метного языка. Ну, это так. Т.е. скажите, пожалуйста, вот, вы сейчас сказали про своего отца, который не думал, что есть такая новая математика. Т.е. ну, с самого детства же говорю. Т.е. ну, как вы сами пришли к тому, что вы математик, что она вам нравится? Т.е. по индукции. Т.е. по индукции. Т.е. у меня все родственники вверх туда. Т.е. думаю. Т.е. прадед и дед преподаватели военной академии имя Куйбышева, а дед автор книги «Высшая математика», Т.е. по которому училась вообще-то вся страна. Т.е. но фамилия другая, потому что маме деда. Т.е. соответственно, это оттуда. Т.е. потом с папиной стороны учителя, и бабушка, и дедушка учителя. Т.е. это город Уценск. Т.е. это город очень знаменитый. Т.е. кто знает, чем знаменит город Уценск? Т.е. Кургения там. Т.е. это само собой, но есть, в каком-то смысле, может быть, даже для наших, и сегодняшняя встреча еще более важна. Т.е. старший москвы. Т.е. это тоже верно. Т.е. есть еще одно искусство. Т.е. тоже есть, но тем не менее, для нашей встречи более важно еще одно обстоятельство. Т.е. там родился и работал в первую половину жизни самый великий учитель математики всех времен и народов. Т.е. Андрей Петрович Киселева. Т.е. книги которого, конечно, старшее поколение обязательно видела, может быть, даже младшая. Т.е. когда меня спрашивают, как остановить эту каналию, которая в министерстве с грифами и учебниками, я говорю, все в унитаз и вернусь к книге Киселева и все. Т.е. мы начинаем с 6-го и 8-го класса. Т.е. мы начинаем с 6-го и 8-го класса. Т.е. если стоит, то с чего бы начать? Т.е. мы изучали, например, кружки от 2-3 недели в Питерской 1-2-3 недели. Т.е. мы поняли, что для наших детей это точно не подходит. Т.е. это очень сложно, жестко и кажется, что мы детей испугаем математики, чем привлечет. Т.е. я понял, да. Т.е. к сожалению, у меня точного ответа на это нет. Т.е. я сам не работаю с малышами. Т.е. я знаю очень много начинаний. Т.е. матзнания.ру знаете. Т.е. знаем. Т.е. Дальше. дважды два учи.ру. Т.е. знаем. Т.е. в Питере был Аркаша Кац, который был кружок для вообще малышей. Т.е. нет, это в Питере и Аркаша Кац, а в Москве и Женя Кац. Т.е. и они даже не однофамильцы, как говорится. Т.е. в смысле не родственники, насколько я знаю. Т.е. Женя-то точно продолжает это делать, нашиматика. Т.е. как бы мы пока отменились на ней, но возможно здесь т.е. не знали. Т.е. никто не знает что. Т.е. вообще никто. Т.е. есть... Т.е. в чем главный принцип общения с малышами? Т.е. играть. Т.е. во-первых, теория множеств. Т.е. Т.е. понятно. Груди элера все эти. Т.е. логика такая. Т.е. простая логика высказывания. Т.е. это обязательно. Т.е. без этого они дальше не пойдут. Т.е. ну и там простейший плюс-минус с отрицательными числами игра. Т.е. игры. Т.е. следующий принцип это игры. Т.е. и главное, вот главное, чтобы на выходе не потерялся тот интерес, который был. Т.е. все. Т.е. в общем, как это сделать никто не знает, это искусство. Т.е. можно делать это любым способом, включающим предыдущие два, безусловно, условия. Т.е. матлогика и числа операций. Т.е. как угодно, какие им больше нравятся задачи. Т.е. вот видите, что какой-то вот этой аудитории конкретно вот этого типа задач нравится. Т.е. значит решайте ее. Т.е. чисто искусство. Т.е. чисто. Т.е. я не берусь за это. Т.е. я знаю, что делать с средней школой. Т.е. а до этого мне просто нужно, чтобы мне привели Т.е. того, кто может. Т.е. есть курс Абрамсона. Т.е. ну это опять, это типа 2-3-9. Т.е. это очень тяжелое. Абрамсон математика 1-й класс, можно растянуть на 4 года и будет нормально. Т.е. там у него степени, логарифмы. Т.е. в первом классе. Т.е. в первом классе. Т.е. нет, бог во втором. Т.е. да, в первом он определяет, ну вот скажем, два седьмой они уже в первом у него читают. Т.е. вот здесь тоже. Т.е. вот а логарифм где-то во втором. Т.е. у него в учебнике это. Учебник 1-го класса это просто шикарный учебник. Я просто мечтал бы, если бы меня кто-то по нему учил в первом классе. Просто мечтал. Т.е. это конечно не, это не может быть массово. Т.е. единичное. Т.е. это не может, это единичное. Т.е. действительно. Т.е. но вообще, да, совета не могу дать. Главное просто, единственный такой вот позитивный момент. Т.е. на этом уровне, по крайней мере в Москве, спрос бесконечный. Т.е. родители, которые хотят отдать детей очень много, и в Москве за это очень много готовы платить. Т.е. есть еще в Маяке, школа Маяк Мутищин, где вот ведет чувак, пытается по 100 урокам вести мой друг, я его даже лицензировал. Т.е. как бы 100 уроков, да. Т.е. я, значит, лицензировал. Я, значит, сказал в интернете, что этот человек будет вести это хорошо. Т.е. если кто-то говорит, что он ведет 100 урок в математике, у меня нет франшизы, я не проверяю, а хорошо он ведет. Т.е. но в некоторых случаях от денег я могу сказать, вот этот человек будет вести хорошо. Вот Матимщин есть от школы Маяк, потом еще какие же есть еще, начинания-то. Т.е. вообще очень много, честно. Т.е. очень много всего. Т.е. очень много, да. Т.е. непонятно, что с этого, ну. Т.е. все что угодно. Т.е. что начинаешь, но ты понимаешь, что оно точно нет. Т.е. а где-то… Т.е. нет, рекомендации никакой конкретно нет. Т.е. все что угодно. Т.е. начинайте с робота-тир. Т.е. в виде робота. Т.е. на самом деле… Т.е. если серьезно разговаривать, здесь… Т.е. если когда нет выхода, выход всегда в плоскости, да, как вот этой известной задачей. Т.е. я юридишкам все равно ее расскажу. Т.е. вот четыре точки, нужно их соединить тремя линиями. Т.е. кто решит, давайте паузу вам. Т.е. нахрен. Т.е. это значит тремя линиями, потом в смысле что им должно произойти? Т.е. ну должен получиться треугольник. Нарисовать треугольник, который бы вписывался, я рисую четыре точки. Т.е. я ставлю решение, я дарю эту минуту. Т.е. пока решайте. Т.е. я когда мне юридарь, я решился. Т.е. да, но эти три линии должны друг друга меняться. Т.е. когда мы решаем какую-то задачу, которую не имеет как бы решения, Т.е. нужно выйти за плоскость, за вот эту вот плоскость нашу. Т.е. так вот в вашем случае давайте мы пообщаемся, потому что решение, ну мы пришли к тому, что математику давать через роботеку очень здорово. Т.е. нам наоборот нужны вот такие люди как вы, чтобы еще более там продуктивно ее давать. Т.е. во-первых, а во-вторых, вообще говоря, как вы сказали, уж уходят в смартфон. Т.е. но вы так и сказали, с печалью, не может победить вас главь. Т.е. если они уходят в смартфоны, значит в смартфонах нужно создать. Т.е. мы сейчас занимаемся тем, что создаем игру, компьютерную игру, в которую будут играть все ребята, и даже, возможно, в киберспорте, в которой надо обязательно решать задачи. Т.е. здесь мы с вами немножко, наверное, оценем свое мнение. Т.е. я категорически против ухода в нуля. Т.е. я категорию в твои детьми, но ты дал на свои игру. Т.е. есть только какие-то рассмеи, и понимаю, что это прям всеобщее в него, и даже образовательные вещи, которые там есть, они не дают нужного развития. Т.е. это в твоем качестве. Т.е. нет, таких игр нет уж. Т.е. практически единицы их есть, но вы все равно не сможете победить, не беспокойтесь. Т.е. что ты делаешь, потому что вы думаете в вашей игре, или в вашей игре? Т.е. просто интересную игру надо делать. Т.е. да. Т.е. есть участие в программировании, например, чтобы решить задачу? Т.е. надо, например, какой-нибудь шаг запрограммировать, чтобы он прошелся там? Т.е. есть игра, например, очень хорошая, в которой не может быть никаких претензий ни у кого, даже у вас. Т.е. значит, игра называется колодот. Т.е. дома посмотрите. Т.е. она уже выпущена из продажи. Т.е. там тройлевали. Т.е. у нас на Files Lego Robot Chrome есть, как сказать, первый образ. Т.е. колобот. Т.е. игра, где лего подобные всякие машинки с кранчиком, да, с манипулятором. Т.е. у них можно программировать на C++ языке. Т.е. мув пять. Т.е. прямо проехал. Т.е.н 90 повернулся. Т.е. там грэп, взял какой-нибудь капушек дрог. Дрог его положил. И заодно он действительно подтянет. Это замечательная игра. Т.е. я в седьмом классе научился программировать за один год. Т.е. лучше, чем нас обучали где лику. Т.е. в школе или в вузе, я знал, лучше, чем в наших курортах. Т.е. я помню, здесь был вопрос. Т.е. вот здесь сейчас по очереди, да. Т.е. а я еще не сказал про математику, да. Т.е. вот, учителя в аптенции. Т.е. кстати, а к вопросу вашему, еще есть книга Пчелка. Т.е. начальная арифметика. Т.е. нормально, проверенная, хорошая добротка советская книга. Т.е. вот. Т.е. потом, соответственно, мама и папа просто учились в матьевую группу. Т.е. собственно, там туда находились. Т.е. вот. Т.е. и дальше все как бы... Т.е. но при этом мне никогда не говорили, что я должен стать без матери. Т.е. еще раз, в первом классе была полная уверенность, что я стану густаном. Т.е. вот. Т.е. метрогородок. Т.е. это юг Васиного острова. Т.е. из дома я начинал, в нормальные какие-то, после хороших снегопадов. Т.е. я спускался с подъезда и тут же одевал лыжи. Т.е. и шел. Т.е. лес начинался за домом. Т.е. там до сих пор живут мои родители. Т.е. там был постоянный бой про инновацию, потому что Т.е. дом выдержал два с половиной срока годности. Т.е. Крущев сказал, что эти дома у вас как я, а потом они свалятся. Т.е. их надо было заменить. Т.е. и прошло один раз 25 лет, второй раз 25 лет прошло в 2007 году. Т.е. вот сейчас уже еще половина прошла следующих 25 лет. Т.е. может я чуть-чуть ошибаюсь. Т.е. год дома 1960. Т.е. уже сильно больше двух сроков пользования. Т.е. балкон наш выглядит так, что от него нельзя выйти без того, чтобы цемент не падал на голову. Т.е. ну да, сейчас папу с папу живут. Т.е. мы сейчас разбавим уже ровно. Т.е. это шума не любит папу с папу? Т.е. Т.е. продолжаете? Т.е. нет, я уже нет, я отчитал. Т.е. третий пункт? Т.е. Малая Кироговская. Т.е. дом 13. Т.е. Малая Кироговская. Т.е. есть чьи ехать дом? Т.е. да. Т.е. тут вопрос. Т.е. нет. Т.е. тратик. Т.е.ものsty. Т.е. ехать дом? Т.е. в La hoje. Т.е. в Восемном острове? Т.е. да. 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 им. я сейчас пытаюсь вспомнить твой ещё ответ. Т.е. я не вникал. Т.е. я слышал про parameter эемисardaх Lad 2015 года и никогда не вникал. Т.е. Смысл newly sung. Я увидел, что в биткоине используется кривая Y2 равно X2 плюс 7, и на ней складываются точки. И это так интересно стало, что я стал изучать фактические кривые. Я в биткоине полностью потерял. Биткоин и биткоин. А вот фактические кривые. Так. Класс напал Роман Михайлов, почему у вас нет еще коллабов? А потому что он отказывается от коллабов. Он говорит, что его слишком много в интернете. Более того, один раз он даже как-то так говорит, может запишу, может запишу. В стекловку приходил лекцию читать. Я говорю, я прикрусь с волонтерами, и мы потом запишемся, да? Ну, может быть, и запишемся. Волонтеры пришли, всю тарелку принесли, видосы, да? Он говорит, слушайте, нет настроения никакого. Не хочу в интернет есть. И не записался. И так и не записал. Ну, он отказывается. Он неплохо ко мне относится, нормально. Он просто говорит, что его слишком много в интернете его не хочет. Здравствуйте. А вот скажите, вот сейчас я разговариваю о том, что математику вот детей учат как-то последовательно. А вот, допустим, если человек, который очень далек от математики, да? Допустим, ну, он химик, да, в основном. Но вдруг решил вот так вот войти, вот войти, да? И там нужна просто математика. Как войти в математике? Ну, во-первых, в химии есть сюжет молекулы, у которой есть... У меня как-то химик подошел и говорит, вот скажи, вот с вашей точки зрения, сколько вариантов расположить тетраэдральную молекулу? Я не понимаю, что он имеет в виду, не могу понять. Он пытается... Я говорю, 24, наверное, перестановка. Да нет, говорит, какая перестановка, она же цельная. Вот она такая бывает и еще какая. И тут я понял. Он имеет эту ориентацию в четырехмерном пространстве, вот относительно вот этой симметрии, относительно зертва. Я говорю, ровно 2. Он говорит, точно. Вот я знал, что два, но я не знал, как это доказать. В химии математика есть математика кристаллов. Но, в принципе, на самом деле, ничего, ничего скромно скажу, ничего лучше, чем вот эта книга, я предложить не могу. Нет. Нет. Конечно, Перельман, с которого все мы учились... Удалю сейчас прямо. Вот. Но еще, откуда вообще началось-то это все? Началось все с того, что я тому же самому... Вот, пожалуйста, ходите в математику. И... Вот. Но началось все с того, что я этому уже, Михаилу Викторовичу Павляеву, в котором я открыл простой урок, я ему сказал, что я готов прочитать лекции для гуманитариев. Ну, как для гуманитариев? Я сказал, для тех, кто... Ну, как мы можем назвать ее, для гуманитариев. Но идея в том, что это будет начальный курс математики для взрослых людей. А... Дальше... Он говорит... Сразу беру. Все. У него есть вечерние... У него были вечерние курсы университета Дмитрия Пожарского. Там... Латынь... Китайский... Древнеанглийский... Эм... Древнеанглийский? Да. Там и Сао. Сао, да? Есть. Ну, ты. Ну, вообще разные такие дела. Потом у него курсы были какие? Например, история военной разведки в ГДР. Супер курс читал Платошкин. Он сейчас стал пухлярным человеком. Он тот самый? Да. Кто сажает, кто не сажает. Да. За новый социализм который. Он у нас читал этот курс. Там было... Вот он всегда самый пухлярный курс, но был Платошкин. Да. Вот. И он говорит, читай митимальский курс не так. Мы объявили. А тут как раз какая-то пошла движуха. Я как раз в Москву как бы потихоньку возвращался. И... И репортеры... Алексей, а кому она нужна? Кому? Почему вы думаете, что это самое? То есть, почему вы думаете, что она нужна? Ну, не так. Нет, зачем она нужна? Даже более. Мало того, что... Почему вы думаете, она... Они говорят, зачем она нужна? Зачем? Не знаю, зачем. Я вообще не знаю, но знали. Мы приглашаем. Пожалуйста. 200 человек зависит. Ну, приходит, как обычно, немножко меньше. Ну, 60 человек было. Платошкину я сделал. То есть, это стал самым популярным курсом за всю историю. Зачем это было, никто не знает. Никто. Я не могу ответить, зачем коммунитарная математика. Я могу так и так ответить, что любой... Любой человек... Человек, да? Это же... Чем у нас животного отличается? Чем? Он стремится к получению знаний и понимания того, что происходит вокруг. И всё. Это и есть единственная настоящая мотивация. Нет никакой другой, которая его человек действительно всю жизнь управлял. Мотивация, там, какой-то заработок миллиона... Ну, он взял, заработал миллион... Да, экспонентное всё, да? Но мотивацию, кстати, он не потерял, да? Ну, значит, она изначально была, не в миллионах. Конечно. Я вообще про него задумывал. Вот, видишь? То есть... Для этого и дело не может быть не только не в деньгах, но даже не в каких-то... Ну, человек может там всю жизнь действительно строить самолёты, да? Или роботов. Ну, наверное, он не может это делать, если он не в математике всё равно. Я не знаю. Ну, трудно тут сказать. Изначально. Она просто изначально в математическом получении знаний и понимания. И всё. И когда меня дальше спрашивают, я говорю, а мне вопрос вообще не нужно на него отвечать. Ко мне записались, ходят, значит, она им нужна. Зачем? Меня это не касается. Вопрос. Да. Как вы относитесь к Евгению Анатинькову? К Евгению Анатинькову? К Евгению Анатинькову, что это? Историк такой очень популярный. Ой, да. Я... На счёт историков, у моего университета Дмитрия Пожарского, про который я не успел рассказать, своя линия в плане истории очень. И я, приходя в университет, я думал, что... Ну, вот так. Как бы, сцилла, оригиня, да? Мне кажется, Николай, вот ты утром сложил своё воспозрение, а у меня была такая же, как лет назад. Я утром с тобой не стал спорить, потому что это очень долгий спор. Ну, конечно, да. И придя в университет Дмитрия Пожарского, через пять лет я её полностью поменял. Ну, так вышло, что я принял вот тот давлеющий взгляд историков университета Дмитрия Пожарского. Его очень трудно принять населению на территории Российской Федерации и ближним землям, но боюсь, что серьёзное изучение историков ему приведёт всех. Но я не хочу заставить, как математик, сейчас буду навязывать вам взгляд на историю. Поэтому я просто скажу вам, что есть книга Волкова, которая называется «Почему РФ не Россия?» Ну, это и так понятно хотя бы не совпадение. 350, 300 страниц. И там изложена последовательно позиция историков нашего университета, которые, мне кажется, абсолютно глубоко органтированы и продуманы. И историки в медийной сфере, которые действуют сейчас, кажутся профанами и шарлатами. Но конкретно про Панасенкова ничего не знаю, потому что лично его не открывал. Как это у Булгакова, да? «Не пишите никогда больше, да?» – сказал мастер. «А, нет, вы что, читали новые стихи?» Нет, ну ещё другие что не читал, да? То есть это самое, когда бездомный попал туда, поймите. В общем, я не знаю ничего про историка Панасенкова, но я слышал столько помойки после того, как я приму взгляд, который в университете медиапожарского на исторические процессы примыл. Всё, что я слышал из этих уст, кажется просто дурной безвкусицей, честно. Но про Панасенкова лично ничего не знаю. Я здесь напомню немножко, что, как говорили наш, ну ныне покойный Угрев, специалист по теории информации и по концептуальному слову информации. История не наука, но маленькое дополнение. Потому что в ней, в полноценном плане, как это математика или физика, в ней нет критерий истинности. То есть разные шарнатаны и разные люди могут просто свою точку зрения, то есть события одни и те же, на них одни историки скажут – это белые, другие историки скажут – это чёрные. А докапываться нужно до истины, как детектив в шляпе. Это НАТО наука. Но пока что отношения к истории такого нету нигде в мире. Каждая страна и каждый процесс всегда смотрит на историю со своей точки зрения, со своего призмы. Да? Но объективности никто не стремится. То есть ваши историки из Деревья Прожавцева не спорят с Яковлевым, не спорят на человеке. Но по другим причинам. Они историков в параллельных направлениях считают их низкопробованные шарнатаны. Ну это же тоже… И у нас это честно. Это неверно подходит, потому что в математике у нас есть чёткие и понятные правила. Ну это всё понятно. Но, Николай, вот я честно скажу, если бы ты не отворился в этих дискуссиях и мнение отменял. Ну ладно. Сейчас мы будем проехать. Сейчас вот здесь. Ещё был вопрос, да? Или у вас сейчас? Сталкивались ли вы когда-нибудь с тем, что математические модели применяли неправильно? Конечно. Неудившие ограничения, но при этом всё работало? Потому что сейчас я… Да, тоже сталкиваюсь. Есть ли какие-нибудь интересные примеры, которые можете здесь сейчас рассказать? Ну я бы сказал так, что я сейчас… Прямо сейчас я… Их очень много, я прямо сейчас не… Ну сейчас я объясню, как вообще всё это работает. Во-первых, я советую статью Вигнера. Она называется невозможная или невообразимая, непредставимая эффективность математики в естественных науках. Называется. Вигнер, надо запомнить Вигнер. Ну вот, я точного именно не помню, но, в общем, суть в этом. Волшебная эффективность математики. Значит, модель работает в том случае, если вы правильными фактами пренебрегли, которыми действительно надо было пренебречь. Фактами, тенденциями, там, какими-то моментами. Факторами. И правильными не пренебрегли. То есть, если вы включили в модель ровно то, что действительно надо было включить, и не включили остальное, чтобы оно не мешало, в этом случае модель работает. И это бывает, либо если вы очень-очень долго вникали в ситуацию, либо если вам ужасно повезло, если вы страшно везучий человек, и сразу как-то интуичили, проинтуичили, какие факторы вовлекать. И вот это бывает, когда кажется на входе, какой бред, как можно вот этим пренебречь, как оно может работать, если мы вот этим пренебрегли, да? Работает. Работает и считает. Но вот я не помню сейчас, у меня очень много примеров, это очень часто бывает. Ответ такой, это очень часто случается. А какой предмет у вас в университете был самый любимый и самый нелюбимый, и как вы заставляли себя изучать ваш самый любимый пример? А можно я в школу? В школу видно вопрос о студентах. А можно про школу? Для того, что в университете у меня была одна математика, это был Мехмат МПУ. Ну там была, не знаю, была философия, ну там, на которой мы в крестке нолики играли, было там, что-то было приятное занятие. Но философия просто не понял. Ну там же куча разных. Что там еще было? Не математика была, какая еще не математика была в Мехмате? Философия, экономика в конце, но она была математизированная. История. История, да. На тот момент я ее не любил, а я ее полюбил гораздо больше. Так, что еще? Социология. Ну мы троллили тетю, тетю просто троллили. Она рассказывает о социологии, не понимая, что это доверительный интервал. Как можно рассказывать о социологии, не понимая сути доверительного интервала? Ну мы ее троллили просто. Вот, я тоже был очень весел, естественно. В университете мне все было весело. А в школе? Он меня физкультуру обожжал просто. А в школе у меня был один ужасно нелюбимый предмет. Я просто не знаю, что делать сейчас. Здесь столько школьников. И я сейчас буду пропаганду этого нелюбимого предмета делать. Можете сказать. Какой предмет-то? Ну вот я сейчас скажу, и вы теперь будете нелюбить его, да? У нас хочу, что все нелюбимые предметы. У них пока что и так все нелюбимые предметы. Ну ладно. Простите все учителя этого предмета, но это было черчение. Я не видел. Я даже не могу передать свои чувства. Вот это ГОСТ, этот вот что-то такое. И вот история. Но если вы в интернете ее видели, я много раз ее рассказывал, тогда простите. А если не видели, я сейчас вам расскажу. История. История. Про черчение. Урок черчения. Март 1987 года. Или к одессе пройдя. Очень ранняя весна. Школа. Метр городок, да? Школа стоит вот так к лесу. Сразу за школой щебечат птички. Ходят оси. Да, и оси, все. И огромное озеро воды, градуешь из леса, и в нем на плоту какие-то третиплазники с шестом фигачены. Все это видно в окно. Первого этажа, на котором происходит урок черчения. Я аккуратно тихо ходу к одному, вывезаю из него, повисаю на ручках, как раз попадаю вниз. И ухожу. Учительница ничего не замечает. И иду на плот. Сажусь на плот. Это неправильно, как вы все делаете. Говорят, что неправильно, не так надо. Ну, короче, мы с ними плаваем там. И там у нас дается волнылый голос слышать где-то там, вроде, в острове. И вдруг слышу взрыв охота страшного. Я совсем понял сразу. Значит, это как-то... Я понял, что завтра моих родителей разрушу. Понятно, я уже понял это. Значит, было так. Условная Марья Ивановна, которая делала черчение, говорила, ну вот так, следующую картинку нам нарисует вот Саботеев. Вот так, чуть-чуть такой шумок. Марья Ивановна, простите, он вышел. Ну что вы мне говорите? Куда он вышел? Вот я стою здесь. Вот. Куда он вышел? А его и нету. Еще громче, значит, смех. Варь Ивановна, он вышел через окно. И тут класс кормоха, значит, ложится в Астаны. Вот. И на следующий день директор вызывает мою маму. Но мама приходила каждую неделю в школу по вызову директора. Поэтому она уже не помнит даже конкретно эту историю. Вот. Но дальше начинается магия. Сейчас я вам расскажу магию. Дальше я прихожу на Олимпиаду через неделю или через две недели на Московскую городскую Олимпиаду в Матимайске, куда я прошел, ну там, естественно, выбор проем, наверное, всегда. Вот. И вот я попал на эту Московскую городскую Олимпиаду. И там задача – ученик сбежал с урока и плавать в бассейне. Я просто стою падаю. До этого там четыре задачи реальные, я их решаю в течение часа, и у меня остается там около полутора часов на одну задачу. Там задача, что учитель за ним с розками может по мере бегать, у меня вот такая где-то там задача есть. А он должен уплывать, у него там скорость 4. Вот, кстати, задайте, вот надо будет задать. про этот мир. Потому что такая задача не могла появиться, если бы я не сбежал с урока черчения и не плавал в бассейне. Просто не могла, понимаете, я бы влиял на этот список задачи. Вот. Ну и вот я это решал. Значит, задача такая, что ученик плавает, ну, допустим, когда пришел учитель для простоты, ученик находится в центре. Радиус не важен, важно соотношение скоростей. Оно четыре годового. Но учитель не полезен богу. То есть учитель бегает четыре раза быстрее, чем ученик плавает. Вопрос. Ученик спасется или учителя его поймает? Задача преследовательная. Седьмой класс Олимпиады. Московская городская. Какой идеи поимки? Нет, бесконечно он не может, ему придется вырезать. Поймать. Интуитивно, конечно, кажется, что поймать. Какой идеи поимки? Находиться ровно в той точке, куда он выплывает. Если хоть чуть-чуть мимо, то уже ученик гораздо быстрее бегает по земле, чем учитель. То есть учитель плавать не умеет. Бегает четыре раза быстрее, чем ученик плавает. А вот бегает по земле, он медленнее. Поэтому если ученик доберется до края, там, где не будет его ждать учитель, он спасен. А если он не сможет так сделать, учитель объяснит стратегию, как его локализовать и поймать, куда бы он не поплывал, то учитель победит. Вот такая задача, она оказалась сложной довольно. Эта задача сложная. Если кто ее реально решит, это большой, это хочет седьмой класс, да? Эта задача достаточно сложная. Вот. И я ее вам даю рядом. А я ее решил, занял второе место по Москве. Первое место занял в моем будущем на классе. В 557 школе. Вас потом не спрашивают, зачем мы доказывали, что пи меньше четырех. Да, да, да. То есть про скольер уже, да? Ну то нет, ясно, что будет пи, но тем не менее, да. Нужно было доказать, что пи больше трех. А больше трех. А это? Фитрика. Фитрика. Вот. Ну и короче, да. Я ее решил, занял второе, что-то там. Я какая-то померка, помарка была в первом. Ну, первый диплом, естественно, был. Все такое. И поступил в госпитализационную школу. Кстати, с большим трудом. Конкурс. Тогда была школа ровно одна во всей Москве. Ровно одна такая школа, вот супершкола. И в нее был конкурс совершенно безумный. Абсолютно. Вот. И, в общем, поступил ступдом. Но поступил. На одном собеседовании я решил три задачи из шести. Вышел, сказал, а, ну, кранки, короче. Я решил всего три задачи. А потом выяснилось, что они переборщили со сложностью задач. И, на самом деле, больше трех решило буквально 15 человек в этот день. Ну и, в общем, нормально. Получилось невместо. И дальше началась вот эта вот самая большая жизнь. Математическая жизнь. Я обнаружил, что я не самый умный друг. Я пришел в первый день учебы, 1 сентября. Я пришел из школы. Мама говорит, ну как, как? Круто, но там есть еще умней. То есть, каким-то монстром, который быстрее меня решает задачи. Я не знал, да? До этого в своем метроградке я не знал, что таких существует. А по Москве, да-а-а. А потом, когда я на Всехсоюз поехал, его просто снил уже совсем. Но выяснилось, что я вообще в этом случае. А у меня такой вопрос. Вы когда-нибудь встречали эту ситуацию? Когда, ну, словесные задачи. Кстати, давайте одну, наверное, тоже зададим задачу. Когда брат старшей сестры, там, во столько-то на Високосном году, когда пролетело, там, пять птиц. Ну, такого типа задачи. Вот таких полно, да. Да. Да, но никогда не сталкивались. Когда вот я столкнулся, у нас в ИГУ была Олимпиада, тоже, ну, по Новосибирску. То есть, где эту задачу задали, ну, я доказал, что она не решает. Ну, в принципе. Кроме. Потом прихожу на разбор, а там, это шутка была, задача. Ну, вроде как, сколько груш растет на яблоне. Ну, типа, если там столько-то, столько-то. Ну, ноль, потому что на яблоне не растут груши. Там так же было, что там все это было посчитано, я все посчитал. А потом говорят, ну, грачи, какие грачи? Виской или зимой, они все улетели. О, это бы я не знал, я не помню. Что врачи улетают, надо еще знать. Нет, нет, нет. Я отменял эту задачу. Я встал, и 300 человек, я сказал, отменяйте эту задачу, это не математическая задача. Вот, да. Первое, как вы относитесь к такому типу задач, где, ну, как бы шутка такая. Трудно сказать, то есть, вопрос чувства юмора у учеников, да? Ну, да. То есть, я не знаю, как это относиться к этому, но у нас такого не бывает. Не бывало такого? Где я участвую. У вас задайте вот такую задачку, ну, текстовую. В смысле, с какой-то шуткой? Нет, нет, почему? Без шутки, просто, что... Ну, вот то, что здесь старше, младше, недостаточно информации. Сейчас, 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 сейчас. Что-то такое было, что-то было, да, у шейха сколько детей, столько, что у одной из сестер Блин, я не помню. Ну, ладно, если вспомню. Если вспомню. Текстовую задачу огромное количество. Я сейчас прямо сходу не вспомню, но... Скажите, а вы верите в магию чисел, если у вас будет число чисел? Это такой тонкий очень вопрос. Значит... Тонкий, это очень... У меня очень сложный ответ на этот вопрос. Ну, во-первых, у меня любимое число 13. Я один за 13, у меня любимое число 13. Я на автомате, если что-то за 13, я беру. Но не я один такой. В любом поезде, если есть 13-й вагон, вот только открывается, когда распродажа, тут же 13-е место занято. В 13-м вагоне. То есть почти никогда не удается его схватить. А вот, то есть... Я не один такой. Это может быть синдром синего автомобиля? Я даже не знаю. Нет, ну, значит, я, первое, я отношусь к этому как к игре. Это первое. Я считаю, что это не оказалось. Второе. Да, я люблю заниматься всякой цифроманией. Но я не серьезный. Третье. Я встречал в жизни настолько маловероятные события, которые не могут никаким образом быть объяснены, ну, в случайном состоянии, на мой взгляд. И поэтому я подозреваю, что мы многого не знаем про наш мир. Настолько, что, ну, там, один на десять сотый получается. Ну, вот что-то такого порядка, что невозможно в рамках предположения, как базовое предположение теории реальности, что какие-то вещи происходят независимо только от друга. Вот оно в моей жизни много-много раз очевидным образом противоречило данным. Мои книги естественных наук, они не боятся, они говорят, ну, и что, говорит, даже один на десять тысячный может произойти. Вот оно и произошло. Ну, то есть они не боятся, но я считаю, что это не наушный подход. Наушный подход такой, мы чего-то не понимаем до конца, к чему даже не можем сейчас приступить. То есть я чувствую какую-то совершенно дополнительный пласт знаний, мы не можем его даже коснуть. Но он есть. Ага. Вы вначале представили, что вы работаете в экономическом, по-моему, институте. А, в ЦИМИ, вот это как раз там, где я видел всякие работающие и неработающие модели. Можете ли посоветовать учебник математики в применимости к экономике? У меня статистика. Потому что в экономике еще большой класс тоже. Всего по ним нужно идти. Неа. Ничего нет хорошего. Надо просто читать книги по теории игр и уменить самостоятельно. Нет ни одной. Есть тонны книг, барзолистов очень много. То есть книг десятки тысяч и типичное письмо, которое я получаю, Алексей Владимирович. Я написал великий монументальный труд, который примирит, вот с точки зрения экономических моделей, примирит наконец ислам с православом. Это вот типичное письмо, которое я получаю, да? Сразу, естественно, в спам зачисляю. Вот. Или так, вот сейчас мы решим все сельскохозяйственные, все народно-хозяйственные проблемы одной моей моделью. А до этого никаких таких моделей не было. Я смотрю, даже первый, иногда заглядываешь, первая строка, там миллион ссылок людей, которые до этого таким образом моделировали. В общем, эта область, она вся затонула, как огромный титаник. И если нужно чем-то руками заниматься, лучше получить самостоятельно глубокое представление о теории игр, больше не нужно ничего. Дальше самостоятельная работа. Что 50-70? Ну, в общем, существуют такие... А, нет! То есть, доказывается теорема, использование гнева, теории моделей, еще какие-то штуки из автоматической модели. Или вы хотите заказываться теоремой. У меня вопрос. Это хорошо, потому что можно получать какие-то результаты на выгодном веществе? Это отличный вопрос. Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Хорошо ли, что пытаются построить машину автоматической проверкой доказательств, в частности, да? Я думаю, что... Ответ такой, я думаю, что это хорошо. Дело в том, что никогда эти машины не выдумывают ничего гнева. Никогда. Они смогут только проверить. То есть, машины... Где есть граница сегодняшнего искусственного интеллекта? Я думаю, что никогда она не будет переведена. Это все, что касается копирования на здоровье. Мне с пеной рта второй человек-копербанк доказывал, что... Как в СИЦУ? Я не буду... Там... Это только единственный случай, когда... Единственный случай, когда сын оказался все-таки способен, и я с ним работаю. Вот. Но он, значит, с пеной рта доказывал, смотри, что делает искусственный интеллект. Смотри, он нарисовал картину Ван Гога. Я говорю, извини, пожалуйста. А, и ты не отличишь ее от обычного Ван Гога? Ну, простая. Я говорю, пожалуйста, я, может быть, им не отвечу. Нет, ведь эксперты не отличат. Нет, подожди, говорю. Извини, секундочку. А он до этого изучал картину Ван Гога? Конечно, мы угрузили все картины Ван Гога. Почему ему теперь удивляет, что компьютер взял картину Ван Гога и нарисовал картину Ван Гога? Скопировал идеально картину Ван Гога, да? Ну, для меня это какое-то безумие. То есть, совершенно очевидно, что ничего не будет этими машинами сделано. Вдохновение никогда не будет замоделировано. А поэтому бояться нечего. Эти компьютерные машины будут проверять, оказалось. Это пожалуйста. Почему бы нет? Мне кажется, это очень круто. Формально проверить. Так что я не против этих машин. Они никогда не сделают того, что можем сделать мы с вами. Ну, дело в том, что на самом деле это замечательный вопрос. В конечном счете математику объединяет и робототехнику. На самом деле на него давно есть уже ответ. Есть теория про эти решения, в котором есть целевая функция. Вот эта вот целевая функция, например, задается кому-то какие-то критерии максимизировать. Ну, у нас много критериев. Например, скорость растасовки молока, потери молока, да? И единицы делены на потери молока. Чтобы потеря минимальная, а это что-то максимальное. Мы как-то это скомпоновали в эту функцию или в несколько функций, которые стремятся к каким-то максимальным показателям. Каким мы не знаем. Дальше есть какие-то ограничения, что там х от 0 до 5, да? Ну, какие-то ограничения, что молока не столько, а сколько-то. Меньше литра. Там все входит в анатолитовую бутылку, да? И так далее. Вот это вот характеристики. И дальше здесь весовые коэффициенты. Вот этих 3-5-7 это я вам взял, поставил в анатолитовую бутылку. А на самом деле это просто весовые коэффициенты, которые перегирает искусственный интеллект. Например, его носить так устроено. Она эти матрицы дробит, дробит, дробит. И потом в итоге приходит к максимуму, к оптимуму. И у нее в итоге вот эта целевая функция добивается оптимума. Например, если рисует картину Ван Гога, то степень достоверности... Да, он просто считает разность отклонений, да? Допустим, разность дисперсии, да, считает по картинке, да? Или какую-нибудь еще какую-нибудь разную. Ну, чистая механика. Все, посчитал. И у него максимизировалась или минимизировалась ошибка. Да? Стремиться к нулю, ошибка. Это, значит, искусственный интеллект считать может хорошо. Перебирать эти коэффициенты. Но вот эту функцию поменять он никогда не усилит. То есть какой-нибудь шахматистый, играющий в альфа-го, никогда не пойдет с вами играть в шашки. Так, вижу здесь, здесь и здесь. Да. Вот это про шторы. Мы какая-то художественная. Советская, российская, монстинанская. Эльбовича, или она, или одна. Нет, правильно. Это полезно. Зависимо от того, какие ставят цели и на каком бы у меня образовании на базе совершено. Кто лучше? Смотря где. В топовом сегменте или в среднем? В среднем, очевидно, лучше. В среднем. Но средний вот, ну как бы, меня больше все-таки интересует топовый. В топовом я его поскольку. Это полезно для государства? Для государства топовый. Это? Это должен топовый. Это топовый, да? Это топовый. Проблема сегодняшнего дня не в том, что у нас плохой топовый сегмент. Он лучше, чем в Советском Союзе. Они за разы все с вами были. Это правильно. В Советском Союзе этого не было. У нас нет проблемы сейчас с топовым сегментом. Он идеален. Вот школьники, ни в одной стране мира нет ничего похожего на наше школьное образование топового уровня. Но это ПВШ уровня ПВШ? Да, да, да. Все эти. ПВШ, да. Ну, да. Если говорить про МОАСИП, то это вот, там, 130, по-моему, да? Да. Да. Вот. Ну, и в каждом городе, в очень многих городах есть совершенно крутой уровень. И было бы все супер, если бы они оставались внутри России. Понятно. Но у нас Ранга ворует мозги. Много лет по тренде. А в Советском Союзе она не будет проводить. Условно, в Советском Союзе. Вот и все. Ну, чуть ниже 130-х были все школы практически. Ну, да. А средние? Средние, понятно. Средние, конечно, тогда бы лучше. Последние два вопроса. Сейчас. Вот и вот, да? Да. Какие разделы математики нужно изучить, чтобы поближе к математике? Программировать? Вот прям вот такие вот. Все. Я согласен. Поголовно все. Ну, если прямо сейчас начинать, то что мы хотим? Потому что многие вообще говорят, что программировать кучу математики. Нет. Ну, нет. Если программировать на попсовом уровне, то, конечно. А на нормальном уже все. Смотрите. Ну, дискретка. Дискретка в первую очередь. Логика, дискретка, значит, графы. Смотрите. Дело вот еще. Вот эти три хотя бы точно обязательно знать. Но дело вот еще, чтобы попсово начать, вот достаточно в колобот поиграть, там ничего не надо. Но как только начинаются какие-то решения сложных задач, даже баллистические скрепить, да, там по параболе. Как-то транспортную задачу решить тоже там. Ну, да. Нет, уже нужны другие. Уже матана, линейка вся. Все решает. Даже прайс по лабиринту. Вот у нас ребятишки, там, не знаю, младше тебя, решают уже по графу задачу. Прайс по лабиринту. Это уже надо знать, ну, графу министру и так далее. Поэтому... Да, я как бы на счет этого, конечно, я неправильно сказал. Уезжают не все, но уезжает довольно большая часть, и было бы, конечно, лучше, если бы да, если бы... Было бы очень хорошо заметно было бы это. Последний вопрос. Да. Мы находимся в техническом университете, где у студентов и у преподавателей часто встречается пренебрежение к гуманитарным предметам, и вообще, мол, это не нужно. Поэтому... Передайте, что Саватей против такого отношения. Вот. Поэтому... Раскройте, пожалуйста, тетик, который вы сказали сегодня, что это нужно, что себя не нужно ограничивать. Все-таки здесь много школьников. Да. Категорически нельзя пренебрегать этой областью, если вы собираетесь делать в жизни что-то, кроме этого. Вот так я бы сказал. Если вы... Вот на нашей школе, нашей Филипповской, написано следующее. Если ты не святой, будь образованный. И подпись. Филипп Колычев. 500 лет назад. Филипп Колычев указывал Ивану Грозному... Ну, может, сейчас просто такая ситуация, что не все знают, наверное, историю даже родной страны. Филипп Колычев указывал Грозному, как жить ему, и как не надо жить, да? Ну, и тот настолько его достал, что от него подослали Малюту Скуратову, и тот его задушил. Вот. То есть он как бы настолько надоел ему правильными и правильными наставлениями, что он решил от него избавиться. Это такой вот тяжелый момент русской истории. Ну, будем надеяться, что Иван Грозный раскачивался за этот страшный грех в дальнейшем. Ну, вот я к тому, что на школе написано, если ты не святой, будь образован. Это высказывает Филиппа Колычева. Я бы добавил еще одно. Если ты не чистый математик, знай другие науки. Вот если ты идешь в чистую, стопроцентную математику, и только математику будешь двигать ее край передней вперед, можно полностью проигнорировать все про математики. Но если ты имеешь хоть программирование, хоть любую промышленную какую-то сферу, что угодно, изучай гуманитарные науки, потому что соотнесение модели с реальностью это гуманитарные знания, не передающиеся никакими формулами и вычислениями. И когда ты говоришь, что история – это не наука, ты ошибаешься. Нет, я так бы говорил. Я говорю, что… А, он тогда простит. В общем, он с планетками говорил, что… Да, история – это наука. Она просто устроена совершенно по-другому. Добыча знаний, да, добыча знаний, в ней происходит иначе. А что тогда такое наука? Вы меня спросите. Вот мои братья-популяризаторы, они хором говорят, да нет, это все вообще не науки. Наука – это то, что можно провести эксперимент много раз подряд и будет одно и то же на выходе. Ну тогда им остается работать только с физикой и чуть-чуть с химией. И все. Даже с химией. Даже с физикой. Да. Но если… Это означает, что они считают, что вообще не надо… Ну, человек говорит, что что-то не наука. Следующая фраза подразумевает, что этим не надо заниматься, правда? Но я считаю, что наука – это любая область, которой реально надо заниматься и получение знаний в которой возможно. Возможно тем или иным образом. И история – это такая область. Я пять лет назад сказал бы другое. И, конечно, экономика тоже такая область. То есть, если человек содержательный долго смотрел на какую-то экономическую систему, ну вот человек точных наук, его глюет от экономики. Потому что там все не четко, все не точно, все не наверняка, да? Но знания там возможно накопить. И если ты его не накопил, модель твоя может быть сразу правой туда и смыта за ручку. Сейчас кнопочкой. Заслужило какие-нибудь? Конечно. У меня есть все. Есть, да? Так. А у кого сегодня день рождения? В окрестностях. У меня есть приз зрительских симпатий. Я могу? Да. Вот тут молодой человек, он все решал. Ни разу не решил. Ну так, решал. Кто-кто. Вот. Он решал каждую задачу. Приз зрительских симпатий. Как зовут? Никита. Я бы не училась. За ней, ребята. Не училась. Да, но теперь главный секрет. Да. Главный секрет этой книги. И своих слов. Что ее можно бесплатно скачать в интернете на моем сайте. Нажимаем себе? Конечно. И тем более из рук авторы. Да, мы сейчас фонд поседали, мы само собой. Но просто если что, то есть еще и сайт. Есть очень много всего. Я на нашем канале очень много выступаю. Вот. Ну и, так сказать, вот наш шмак будет привет. Ну, я же призову вдруг, если кто-то. Понятно, что у студентов, у школьников не может быть лишних денег. Но если вдруг у кого-то случайно какие-то лишние деньги есть, можете подписаться на Patreon. У нас один, ровно один источник финансирования канала. Это Patreon. Это значит, что человек подписывает, становится нашим патроном. То есть, раз в месяц обязуется переводить определенную сумму денег, какую угодно. Сам хочет. Выбираем. На пользу нашего канала. Мы снимаем, там вот это все оформляем. Проводим иногда у нас в ролике хорошего качества. Иногда плохого. Ну, в общем, иногда снимаем какие-то залы для подкастов. Ну, короче, расходы есть. И не буду врать. Последние пару месяцев даже пару раз в плюс вышли. То есть, мне мои монтёры сказали, погаси части потери. Я говорю, да что ты? Разве можно? Это же наше. Нет, погаси все. Хватит. Раз умеем уходить в плюс. А для этого мы всегда только в минус. Работали, конечно. Для всех, кто пытался заниматься в российской деятельности, это аксиолог. Что все работает в минус. Но у нас много хороших патронов. И так что если вдруг, я говорю, только если есть лишние деньги. Если нет, смотрите, все абсолютно бесплатно. Это все до века останется в интернете. А можно к вам один вопрос? Сию в вашем мире. Отлично! Это топовые степени руки? Это топовые. Сверх топовые степени. Сверх топовые. Я туда ездил 9 раз, и 10-й должен был ехать в начале коронавируса. Он отменился. Сейчас 8-й должен был ехать в 10-й раз. Опять отменился из-за моих антител. Из-за моего уже коронавируса. И это самые крутые, очень заряженные, мотивированные школьники. И это просто супер крутое начинание. Супер. И в общем, стремитесь туда обязательно. То есть если у кого есть возможность... Но они пишут, что каждый Сириус, то есть региональному администрации, берите, завидующих карточек. Ну вот дело в том, что про региональные я не знаю. Я видел пару других региональных. Я не буду называть вслух, но по уровню это сильно меньше, чем вам. То, что я люблю. Но про новосибирские ничего не слышно. Нет, понятно, что они будут заработать. Но в Сириус приезжают абсолютно самые профессиональные преподаватели. Не только из России, но и из всего мира. Потому что очень много русскоязычных. И даже иногда иностранцы приезжают. И во-вторых, попадают действительно без коррупции, без вот этого всего... Вот это, вы знаете, под ковром сцен чиновника кого-то не подсунуть. И не получится. Ну, собственно, не вы, я имею в виду, они не подсунут. Сириус нельзя подсунуть. Сириус это очень круто. Ну что, всем спасибо. Четыре часа. Спасибо. Спасибо.